нашего сервера ситуация давайте вот мы эту к этой ситуации придем с вами так ребят скажите вот ваше мнение на каком не сервере работает на юниксовом или на windows овом на windows овом да ну давайте будем тогда тогда я тот сервер оставляю в покое и буду работать на сервере который на стартовал вчера на своей машине это сервер oracle вот он для него стартована консоль кстати плохо что она стартована таким образом давайте мы ее вручную переверну вручную режим и стартован стартован собственно сервис ребята это идеальный случай когда все стоит в автомате этого режим когда уже продакшн сервера когда он работает продакшн режиме когда все крутится все замечательно давай я сейчас перевел его в режим ручного управления и есть предложение заняться запуском сервера для этого мне его надо будет остановить изначальный режим сервера сервер остановлен перевод сервера windows и из режима останов в режим старта через службу делает сразу все операции пусть запуску сервера в чем дело давайте посмотрим с вами вот на эту картинку сейчас а потом ее всю с вами посмотрим вот состояние сервера когда он находится в режиме shutdown вот так в юниксе он находится ни одного процесса нет ни один процесс не работает сервер находится в режиме shutdown когда мы перевели с вами сервер в режим старта в windows он сразу прошел три фазы запуска прошел вот эти ступеньки вот об этих ступеньках сейчас и пойдет речь он прошел ступеньку ноу маунт ступеньку маунт и ступеньку open вот эти три ступеньки на эти три ступеньки сервер был поднят и это произошло переводом сервера запуска вот этого сервиса запуском сервиса open когда мы с вами это сделали сервер стартовал и вот эти все три ступеньки он прошел но для администратора важно важны вот эти две ступеньки вот эта ступенька это режим уже работающего сервера здесь уже все у нас с вами крутится вертится сервер готов к работе но для администратора очень важны вот эти две ступеньки именно в этих режимах он может производить регламентные какие-то профилактические работы и может производить достаточно серьезные мероприятия такие как например изменить место правоположения табличного пространства создать дополнительные какие-то control файлы удалить плохие редолов журналы и добавить новые группы то есть мероприятия связанные с безопасностью с надежностью сервера базы данных он делает это всегда вот в это в этих режимах давайте попробуем поэтому с ними разобраться как этими режимами управлять что с ними делать для этого нам потребуется листинер я его стартую сейчас давайте все таки я его буду стартовать из терминального окна стартую листинер мы его с вами расконфигурировали настроили так а почему экземпляр игорь когда у нас экземпляр oracle так вот это уже несоответствие да какой экземпляр вчера вот мы создавались давайте посмотрим какой экземпляр у нас рабочий значит мы вчера в каталоге voc database нет все таки oracle вот наш базовый экземпляр с которым будем работать что для этого надо сделать чтобы листинер настроился на работу с этим экземпляром а какой файл листинер ора останавливаю листинер и файли нет вок админ файли листинер ора вот имя и сервера а вот конечно нам никто не запрещает с вами сделать следующую вещь орак л но что для этого нужно сделать будет сервисы должны работать правильно оба сервиса должны работать давайте вот так вот сделаем оставим оставь стартую сервис сервис так странно однако статус так что такое впечатление что у меня вот наш корректно прописанный листинер так это в чем дело давайте мы попробуем поднять оба сервиса на машине смотрите оба сервиса стартовали стартован листинер так квит у меня на машине сейчас рабочий каталог серверный в серверном каталоге файл tns names давайте пропишем тут два экземпляра вот они первой орак л давайте я уберу будет сервер определять режим подключения так орак л и на первом у нас игр то есть и игорь и орак л у нас доступны анна у нас на шестом сейчас 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 где адрес есть адрес листа нет да это на самом деле почему потому что орак л вот этот экземпляр появился вот это описание появилось на серверной части когда момент инсталляции сервера в принципе адрес лист можно было бы описать и это будет правильно вот так это сделано для того случая если у нас с вами работает кластер поддерживающий несколько экземпляров несколько серверов в одном кластере поэтому появляется вот этот вот эта фраза адрес лист вот давайте попробуем сейчас протестировать наше соединение так какой у вас вопрос был нет а в этом плане есть конечно есть конечно это утилита нет кфг так виноват сейчас я ее найду вот она это утилита нет нет менеджер нет мжр а я кфг нет мжр так почему то у меня доступа нет сейчас а а вот это утилита где сейчас установлен листинер который слушает смотрите-ка вот в чем дело ой ребят что-то у нас какая-то каша получилась самая настоящая давайте сейчас разберемся мне не нравится совершенно смотрите у нас одна база данных так давайте еще раз давайте еще раз этот скрипт это утилита это тоже джава утилита находится вот она да 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 там лучше она через лаунж запускается поэтому она так недоступна напрямую вот такой скрипт запуска поэтому лучше ее запускать из меню пуск это джава приложение и посмотрите у нас тут полный у меня по у меня полная ерунда получилось вот листинер который имеет адрес сервера это мой локальный сервер и привязка к нему так вот имя листинера где где описан лох журнал место размещения листинера здесь же может быть описано описан пароль доступа к изменениям листинера это в закладке дженерал в дженерал параметрах и так листинер локейшн это описаны хосты где могут быть размещены сервисы и база данных вот тут мы можем описать с вами несколько баз данных у нас с вами описан Игорь давайте я добавлю еще одну базу данных с сидом oracle и естественно надо описать дом место размещения сервисов c oracle db10.2 сервер после этого я сохраняю конфигурацию и мы получили с вами таким образом файл листинер ой что-то мне не нравится ой что-то мне не нравится это дело ребят что-то здесь не то явно он мне его не перезаписал так ну-ка еще раз вот теперь записал вот они описаны два сида вот описаны два сида на одном адресе да и мы неправильно я неправильно руками записал ну да 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 информация утилити берется из этого файла теперь давайте еще раз нет менеджер вот он наш листинер слушает две базы данных кстати ну они у нас запущены сейчас они находятся в рабочем состоянии так все здесь или еще что-то все да нормально давайте так какую я вчера базу данных значит Игорь у нас с вами это база данных которая была создана по-моему из скрипта да вот я все-таки хотел бы работать вот с этой базой данных Oracle я ее вынес в отдельный каталог а здесь у нас база данных куда попало ага вот она она Игорь Oracle видимо в каталог датабейс не датабейс а ордата по умолчанию наверняка нет да ну чудеса это надо будет разбираться где она у нас лежит ну давайте мы потом с вами разберемся с ними начну с базы данных Oracle я знаю что вот на тех машинах тоже ребята сделали имя Oracle сейчас база данных Oracle находится в запущенном состоянии ребят я переведу сразу базу данных вот в это состояние в состояние shutdown это экземпляр экземпляр наш оракл для того чтобы это реализовать я воспользуюсь сиквел классом в терминальном окне соединяюсь с сиквел классом с текущим экземпляром с каким из двух я соединился с каким экземпляром произошло соединение с каким экземпляром произошло соединение они работают все честно листинер сконфигурирован на два экземпляра вот абсолютно верно какой ключ сейчас работает с каким мы соединились абсолютно верно самое правильное в этом случае сделать вот что чтобы не гадать на кофейной куче я прописываю переменную оракл сид и соединяюсь с базой данных я точно знаю теперь что я соединился с этой базой данных которая прописана кстати select все from web dollar database так так вот тут в этом скрипте можно обнаружить так давайте я это сделаю чтобы нам не мучиться сейчас я подключу и сделаю еще одно подключение мы с вами для этих целей создавали вот эту утилитку но чтобы можно было скриптиз быстренько фиксировать сис пользователем сис соединяюсь с базой данных и и и и и давайте-ка оракл лучше как сис дба оракл и и и и и и и и и здесь будет удобнее смотреть select все from the dollar database мы с вами получаем информацию о том экземпляре с которым соединились ребят мы потом более детально про эти представления будем говорить их очень много но вот этот запрос с помощью которого мы можем выяснить действительно с вами что у вас там опять проблемы с помощью которого мы можем выяснить и даже когда база данных создавалась всю 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 информацию так кроме действительно а вот давайте-ка скрипты тоже будем создавать day 3 и скриппичи так суда мы и и сквей единичка так то есть таким образом запрос name который возвращает имя экземпляра теперь я устанавливаю экземпляр игр соединяюсь сиквал классом и получаю доступ к экземпляру игр вот ребят самое правильное еще раз самое правильное чтобы четко представлять чему вы подключились установить вот эту переменную и не надеяться на реестр windows так ну а теперь так давайте все таки я перейду в базу данных ораке л и переведу базу данных вот в это состояние состояние шетдаун шетдаун ну а сейчас я симулирую шетдаун базы данных такой какой бы произошел если бы мы с вами выдернули шнур питания аборт это говорит о том что база данных немедленно завершается а ну мы сейчас еще нарисуем с вами таблицу которую падут над которой подумаем что происходит на самом деле все вот сейчас вот практически вот выполнив эту команду это равносильно выдернуть шнур питания так что вы говорите а вот совершенно верно совершенно верно это windows а служба на самом деле вы правы абсолютно абсолютно верно посмотрите мы имеем с вами две службы сейчас но одна посмотрите какая маленькая да так а где у нас включается не помню сейчас где-то включать виртуальная память а выбрать столбцы да вид выбрать столбцы давайте еще и виртуальную память включим где ты так вот он да это столбец вот что мы с вами имеем видите да один экземпляр у нас работает другой экземпляр простаивает ну как вы догадываетесь естественно вот это экземпляр у нас с вами игорь а это экземпляр уроки давайте чтоб нам не путаться больше я вообще сейчас остановлю вот этот экземпляр игорь чтобы он нам не мешал ребят под юниксом выгружаются все службы и никаких сервисов не висит в памяти вот это краеугольный камень то есть это основное отличие между двумя одной из основных отличий между двумя базами данных фоновые процессы сейчас все убиты вот сейчас поднять службу игорь а в урок или висит служба которая работает ожидает команд и ожидает соединения с сервером базы данных смотрите сейчас я соединяюсь сервером через сиквал пласт и получаю соединение с простаивающим экземпляром если я попытаюсь это сделать к экземпляру игорь у меня ничего не получается сервис сейчас остановлен и windows и мы с вами ничего не сможем получить если мы работаем в линуксе то у нас с вами вообще никаких серверных процессов не висит никто не ожидает вот этот старт так давайте сейчас вернемся к оракелу невозможен без вот этой службы то есть служба обязана таким образом висеть но я еще раз подчеркиваю если мы с вами службу переводим в режим стартап то есть переводим запускаем службу она сразу вот этот запуск утилиты где указывается имя экземпляра да вот этот сервис запускается и мы проходим сразу все ступеньки запуска ну а мы будем все таки по зернышку клевать потому что нам надо разобраться что это за три ступеньки давайте сделаем следующее сейчас нет все таки в терминале буду это делать можно и там было select все from dual как вы видите оракл недоступен доступа коракл нет наша задача запустить сервер базы данных то есть запустить фоновые процессы и распределить память это режим который называется но умал именно в этом режиме стартует сервер и распределяются и распределяется из же область какой какой механизм может быть здесь и как стартует сервер базы данных давайте сейчас переведем его в этот режим следующим образом я выполняю команду стартап но у маунт сервер базы данных стартовал и если посмотреть теперь на сервисы на службы мы обнаруживаем с вами службу оракл посмотрите было там по моему 11 килобайт да уже сразу стало 314 сейчас были распределены все области памяти вот этот старт откуда был сделан откуда были взяты вот эти цифры а вот это вопрос достаточно интересный откуда на самом деле проблема вот какая оракл файл может стартовать и стартует следующим образом он при выполнении команды стартап но у маунт первую очередь пытается найти сп файл нет ребят существует два файла давайте вот так вот если этот файл не найден сейчас я выясню если этот файл не найден он ищет п файл если этот файл не найден он пытается найти файл который вы указали при старте п файл п файл ну так нехорошо п файл локейшн давайте вот так вот я напишу локейшн вот три способа старта сервера где находятся вот эти два файла почему п файл и почему сп файл п файл это параметр файл файл а сп файл это сервер параметр файл никакого секьюрити это говорит о том что сервер знает место размещения этого файла и им непосредственно пользуется место размещения этих файлов жестко определено и разница на операционных системах в линуксе это каталог оракал хом дбс а в виндусе это каталог так давайте я все-таки вот эту вещь покажу вот у нас оракал хом на сервере и в каталоге оракал хом каталог дбс здесь размещены сп файлы и и и все пока и пока все здесь только сп файл так давайте мы с вами сейчас поступим следующим образом так а в виндусе и этот каталог это каталог оракал хом датабейс я сейчас в этом каталоге а вот что я сделаю наверное создам папочку old и перемещу сюда все конфигурационные файлы так ребят вот это файлы это исключительно виндусовые файлы для работы утилиты оракал что вот это за два файла теперь у нас файлы паролей я сейчас удалил из каталога файлы инициализации вот это так называемые п файлы это п файлы и попытаюсь остановить сервер после чего пытаюсь стартовать его но но в режиме ноу маунт посмотрите что у нас произошло вполне нормальное явление правда вот почему тут такое безобразие выкинул в виде вопросов честно говоря даже не знаю он по-моему сам не знает да он сам не знает почему знаки вопроса они по-русски написано что отсутствует но я могу перевести вот эту фразу это говорит о том что отсутствует файл со специальным именем оракал пытался в первую очередь найти сп файл вот такой порядок в первую очередь он пытался найти вот этот файл имя этого файла жестко определено сп init а дальше имя экземпляра орак p файл именуется следующим образом init имя экземпляра орак вот такие файлы должны присутствовать и должны присутствовать в виндусе в каталоге датабейс что я сейчас сделаю создам файл init oracle и ора и в этом файле так вот теперь смотрите я пытаюсь его стартовать стартовать в режиме no mount посмотрите ошибка совершенно другая теперь ошибка которая говорит о том что потеряно имя базы данных смотрите какая фраза у нас в файле было простая ссылка в другой каталог я сворую оттуда сейчас вот эту строчку каталог dbs вот тут промежуточные временные файлы ребят вот этот каталог в индусе надо просто будет потом забыть и все делать каталоге датабейс или в dbs винду в линуксе я сейчас из этого файла заберу специальный параметр database name где он нет его тогда здесь db name он делал вот он вот этот параметр и в этом параметре описывается имя базы данных добавляю этот параметр в наш файлик который мы только что с вами сделали сохраняю этот файл и пытаюсь запустить базу данных посмотрите что произошло сейчас кстати а вы то же самое делаете сергей нет да просто интересно почему потому что у него он работает сейчас на машине специалистами 12 мегабайтами память а потому что надо было борт сделать сюда а другую отсюда сделали его контрол c сделайте шандал на борт а все да он остановился вот мне просто интересно показать ребятам а сколько будет памяти у вас занята потому что у нас на всех машинах с вами сейчас по одному гигабайт и только вот сергей работает как у вас 512 так вот скажите тогда сколько у вас было распределено памяти либо не делаете это вот меня интересует ребята смотрите что это за цифра то 208 а это из же область у меня получилось 100 мегабайт до 100 мегабайт у меня выделено под сша область а откуда были эти цифры взяты там ничего нет у нас с вами файли ничего нет мы указали с вами сейчас только лишь единственный параметр имя базы данных он взял эти все остальные параметры по умолчанию указав в файле инициализации только имя базы данных все остальные параметры oracle берет самостоятельно и устанавливает распределяет их самостоятельно наша задача вмешаться в эти все дополнительные параметры но давайте чтоб честно было до конца чтобы вот тут никаких сомнений не было что это так я вот этот каталог дбс где лежат вот эти файлы я его тоже переименую таким образом у нас остался один каталог database и в этом каталоге инициализационный файл нашего сервера shutdown и стартап в режиме no mount посмотрите оракл самостоятельно распределяет области памяти и запускает все серверные процессы что еще необходимо будет указать дело в том что при попытке перевести сейчас базу данных вот в этот режим в режим mount у нас получится полный бред кстати давайте попробуем это сделать и посмотрим на этот бред какой получится сделаю я это следующим образом выполняю команду alter database mount посмотрите что мы получили достаточно интересные проблемы ну здесь примерно написано следующее так почему же у нас а давайте-ка знаете что сделаем попробуем вот чтобы нам по-русски читать можно было сейчас попробуем вот как сделать база данных сейчас находится в каком режиме но mount нлсленг я установлю вот эту переменную и установлю ее в америку америка но обвиду того что у меня windows работает я указываю кодировку кириллица 8 битовая microsoft windows 1251 сет конечно так и пытаюсь перевести в режим так alter database mount ну вот по-человечески заговорил как база изменена ребят вот что должно быть написано крайне важный момент сейчас нет control файла нет control файла значит что мы с вами сейчас предпримем все таки я хотел бы с вами сейчас поговорить в первую очередь о режиме ноу маунт что в этом режиме мы можем с вами сделать раз запускаются серверные процессы значит они должны распределять память верно вот именно в этом режиме в режиме ноу маунт мы можем с вами перераспределить области памяти сделаю сделаю это следующим образом в файле и не тора я укажу параметр сжа таржет будет равен 256 давайте так сделаем 512 1 2 3 1 2 3 половина оперативной памяти сервера где работает наш компьютер наша база данных и пытаюсь перестартовать базу данных стартап ноу маунт он у нас находится уже в этом режиме верно вроде бы сохранил сохранил режим ноу маунт форс посмотрите что произошло видите да то есть теперь мы с вами для изжа области выделили 512 мегабайт мегабайт ребят вот это все остальное Oracle теперь распределяет сам раньше администратор мог этим управлять теперь Oracle рекомендует использовать автоматическую настройку можно перейти в режим ручного 9 тоже уже автоматически тоже автоматически но давайте сейчас разберемся с одной очень важной особенностью так видите что все получилось да и что память распределилась ребят но если говорить о запуске сервера посмотрите что как он стартует он в первую очередь использует sp-файл и если его не находит тогда использует p-файл со специальным именем соответствующим естественно соответствующим имени экземпляра видите это да так вот вот что же такое sp-файл как его получить и чем он отличается от p-файла он отличается только лишь тем что p-файл текстовый а sp-файл бинарный и в sp-файл Oracle может писать параметры динамически а в p-файл он их будет писать он не пишет в p-файл параметры пишет в p-файл параметры исключительно администратор но читается то в первую очередь sp-файл которого нет которого нет а давайте сделаем следующее сейчас я создаю я находясь в режиме no mount с помощью команды create sp-файл так create sp-файл from p-файл вот что я сделал сейчас вот эта команда с помощью которой мы с вами инициализируем параметры конфигурации сейчас сервер базы данных стартовал из p-файла потому что sp-файла вообще не было и мы создали с вами параметры файл который Oracle теперь будет использовать по умолчанию вот этот файл получился его имя sp-файл и дальше имя экземпляра а теперь маленький фокус да ну смотрите что этот файл из себя представляет это бинарный файл в котором записаны и мы можем наблюдать с вами параметры которые мы использовали в p-файле так а теперь маленькая хитрость в файле p я меняю параметр и сжатажит на 360 сохраняю этот файл и перестартовываю сервер стартап NoMountForce сервер останавливается и потом запускается вопрос к вам почему 512 мегабайт потому что у нас есть уже sp-файл и читается теперь исключительно он а нет никакого никакого плюсика дело в том что если я попытаюсь вот так сейчас стартовать Oracle уже находится в режиме NoMount 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 я что должен сделать я должен сказать shutdown аборт а потом сказать стартап NoMount а с ключиком force я это делаю принудительно в начале он останавливается а потом стартует да по-русски это restart как как внести изменения которые администратор указал в p-файле сп-файл отключить да то есть переименовать а потом нет не годится это не здорово и так в p-файле у нас с вами сейчас 360 мегабайт сжа области команда стартап p-файл это единственное что я могу сделать я могу указать место размещения p-файла p-файл p-файл находится на диске c в каталоге Oracle DB10.2 Server Database Init Oracle 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 ORA NoMount Force Посмотрите что произошло теперь был прочитан p-файл данные были взяты из него что теперь надо сделать чтобы сервер по-человечески повторно запускался если я сейчас выполню команду стартап NoMountForce откуда данные будут взяты опять из p-файла так вот вопрос что надо сделать после того как мы внесли с вами изменения в архитектуру базы данных пересоздать пересоздать сп-файл правда пересоздать сп-файл create sp-файл from p-файл который размещается вот по этому адресу адресу нет ну кто его знает так и точка с запятой чтобы команда была выполнена так это что а а NoMount там конечно так секундочку тут такая может быть проблемка вот теперь все нормально таким образом мы с вами сейчас пересоздали sp-файл и жар также теперь изменен и вот этот файл ребят вы обязаны хранить в холодильнике вы меняете состояние базы данных архитектуру базы данных и сохраняете этот файл в бэкапе чтоб в случае каких-то проблем всегда его можно было достать и подставить это бинарный файл который мы будем с вами использовать в дальнейшем для внесения изменений в базу данных смотрите почему два файла теперь мы мы меняли с вами параметр памяти и сохранили его в файле файле постоянных параметров через файл постоянных параметров мы можем менять определенные параметры вносить их но для этого нам потребуется с вами останов базы данных правда перезапуск базы данных оракл оракл же может менять свои параметры на лету что я сейчас сделаю внесу изменения в архитектуру базы данных наша база данных должна работать в режиме олопа работать с отчетами но мы еще потом с вами эти параметры будем менять но вот идею уловите сейчас на примитивном параметре который пока для нас никакого значения не имеет но администр база данных сейчас запущена она находит она недоступна но работает правда в режиме но маунт она работает я вношу изменения в систему команда alter system и меняю параметр оптимайзер мода устанавливаю этот параметр в all rows ребят позже мы с вами будем изучать эти параметры это параметр оптимизация оптимизатора но вот теперь вопрос если я выполню эту команду система изменена и перестартую сервер какой параметр вступит в силу сейчас какой параметр будет иметь оптимайзер моды select name value from в $ параметр в name равен оптимайзер моды в name так только я извиняюсь кто будет кавычки ставить да посмотрите мы сейчас имеем с вами оптимайзер моды all rows верно теперь теперь я сервер базы данных перестартовываю и повторно спрашиваю что из себя представляет этот параметр так так где он у меня all rows неудачный пример а давайте поменяем другое значение дать да 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 устанавливаю его first rows останавливаю сервер first rows shut down abort start up no mount оптимайзер моды first rows смотрим файл sp посмотрите что произошло первую строчку не смотрите меня интересует вот эта строчка сейчас вот эта строчка давайте мы потом о ней поговорим эта строчка как эти строчки которые начинаются в сп файле вот с двух подчеркиваний имя экземпляра и два подчеркивания точка два подчеркивания это строчки которые сообщают администратору о том как оракл динамически себя распределяет а вот почему вот это произошло нет для чего не надо для чего пока оставим в покое ладно пока оставим в покое для чего это будет отдельный большой большой у нас с вами разговор громадный будет разговор это оптимизация запросов механизмы оптимизации запросов а вот почему в сп файл это попало кстати а в п файле эта фраза есть в п файле этой фразы естественно нет ребят что самое правильное когда вы будете при внесении изменений давайте изменим с вами на all rows заведите себе такое правило когда вы меняете системные параметры я подчеркиваю это можно сделать и через enterprise менеджер все с помощью мышки вот что мы введите себе святое правило дописывайте фразу где изменения сохранить сохранять эти изменения где-то или не сохранять вот тут есть три варианта сохранения скоб равен memory смотрите я сейчас ввожу режим оптимизации first rows 10 скоб memory система изменена так давайте еще раз я сп файл закрыл система изменена смотрим сп файл что-нибудь сюда попало нет мы только лишь для текущего состояния сервера внесли изменения если теперь мы перестартуем с вами сервер эти изменения вступят в силу first rows 10 нет они будут прочитаны из сп файла и вступят в силу скоб сп файл all rows попал в сп файл наша фраза попала в сп файл правда смотрим что у нас в базе данных first rows 10 таким образом что мы имеем только внесли изменения и если мы перестартуем сейчас сервер базы данных верно эти изменения вступят в силу понятна мысль то есть мы систему не меняем мы меняем только лишь содержимое сп файла и еще один механизм так где ты чуз скоб босс что в этом случае произошло и в памяти и в файле произошли изменения вот введите себе правило если вы меняете систему с помощью команды alter system обязательно указывайте режим куда писать вот этот скоб три варианта у нас с вами таким образом здесь скоб три скоба memory запись в память сп файл изменяем только лишь содержимое сп файл сп файл для того чтобы когда-нибудь потом после перестартовки сервера изменения вступили в силу и босс меняем и систему и sp файл одновременно вот таким образом три механизма по умолчанию работает босс так ну а теперь давайте займемся делом ребят дело в том что в нашем файле сейчас не хватает действительно не хватает достаточно важного параметра и вообще говоря вот так вот файлы писать конечно ну я не знаю это кощунство наверное есть предложение все-таки взять файл который уже был подготовлен когда мы вчера с вами инсталлировали базу данных при инсталляции базы данных мы отвечали на множество вопросов помните те закладки которые были в дебисей определены связи с этим при инсталляции когда шел процесс инсталляции устанавливалась база данных каталоге администрирования были созданы описание процесса и были созданы конфигурационные файлы как которые определяют определили как раз правила настройки базы данных у нас с вами речь идет о экземпляре орак л вот в этом каталоге есть каталог п файл вот этот файл как раз и представляет собой тот вариант файла который был получен на основе ответов администратора процессе инсталляции базы данных это те ответы которые были приняты в этом файле описаны сейчас параметры которые были приняты по моему их 32 здесь можно посчитать они все описаны на значении их описано я эти параметры переброшу в наш инициализационный файл и в этом файле теперь единственное что поправлю это изжатажет давайте я сделаю наверное как положено 512 все остальные параметры оставлю по умолчанию пока оставлю по умолчанию сохраняю этот файл стартую сервер базы данных сервер базы данных так ну где то есть не хотелось писать вот он он так а это у нас create.sp файл где мы стартовали вот стартап стартую sp файла базу данных база данных стартовала после чего немедленно создаю sp файл create sp файл from p файл вот таким образом у меня получился теперь sp файл с параметрами по умолчанию так что есть проблемы какие а еще раз смотрите когда создавалась база данных когда создавалась база данных был создан в каталоге админа в каталоге oracle base каталог админ и в каталоге админ каталог оракл здесь все собрано по умолчанию вся информация о работе базы данных здесь собрана по умолчанию и в каталоге p файл был создан файл с которого и стартовала база данных именно из этого файла стартовала первый раз база данных как это происходило а происходило с помощью команды стартап p файл и было указано имя вот этого файла после чего был создан sp файл так как это происходило может быть мы посмотрим с вами тогда еще раз для того чтобы это посмотреть давайте я сделаю вот эти шаги вам все таки тогда покажу раз этот вопрос возник я сейчас запущу утилиту дебисей и создам базу данных тест пароль тест тест файловая система все остальное по умолчанию оставлю давайте вот тут укажем с вами место размещения файлов на диске c в каталоге vogue в каталоге тест не дата скрипт давайте так сделаем скрипт флеш рекавери поместим туда же к в октябре вот и вот и т Auron так и создавать база базу не буду. Создам только лишь скрипт. Vogue скрипт. Вот скрипт создан был. Смотрите, как создавалась база данных. Теперь вот эти шаги. Vogue скрипт. Вот база данных. В бейдж файле у нас с вами создание каталогов и запуск скрипт тест. В этом скрипте идет запрос паролей. После чего запускается клонирование базы данных. А вот потом запускается вот этот скрипт. Пост скрипт. Пост скрипт. В этом пост скрипте так. Это у нас уже как execute connect. Пост скрипт лох. Ну вот, кстати, пост скрипт лох. Давайте вот этот вот посмотрим лох. Журнал. Так, он у нас попал в Vogue скрипт по скрипт лох. А, ну это он получится у нас после, ребят, да? Я просто хотел показать вам так, connect.sys.password. Вот. Хотел показать, где происходит выполнение как раз вот этих происходит создание sp-файла. Так. init Вот мы получим. Вот он, инициализационный файл, который потом будет скопирован как раз вот в тот каталог. Вот он, этот инициализационный файл для нашего теста, экземпляра. А потом будет создан, должен быть создан. Так, где же эта фраза-то? Вот. Значит, postdb creation. О! postdb creation скрипт. Так, в нем давайте посмотрим. Вот она команда. Видите, что происходит? Вот эта команда, которую я хотел вам показать. Происходит соединение с сервером, и после того, как была создана база данных, создается sp-файл. почему? Правильно. А, from init.ora. Да, from init.ora. Почему не init.test? Вот он, он sp-файл с определенным именем в каталоге dbs, а здесь init.ora. Вот этот файл использовался. отсюда он и появился. Отсюда он и появился. И теперь, когда будет происходить старт сервера, соответственно, выполняется поиск этого файла, из него происходит старт. это вот ответил, наверное, да? Откуда это взялось? Так, еще какие-то вопросы остались? А? Так, еще раз, какой файл? Есть файл, который находится с какого-либо в интернете с маншем с маншем маншем с маншем или кудрик с кучей циферок? Ребят, нет, из него создавался запуск, из него стартовал сервер. Так, потом вы его удаляете и все, он не нужен. Этот файл. Этот файл при первом старте сервера. удаляете где? Нет, ничего подобного, вот это я не знаю, там один файл всегда. И он, ребят, он никому не нужен, он при первом старте только работает. Он только при первом старте работает. Потом вы этот файл просто можете запросто удалить. Ваши родные файлы лежат теперь в каталоге database в каталоге oracle database oracle home сервер database вот те файлы с которыми вы работаете spfile и соответственно initfile вот с этими двумя файлами. Вот они рабочие файлы. В этом файле вы производите изменения каких-то серьезных параметров, которые нельзя изменить динамически. На самом деле это параметры control файлы, о них мы будем с вами говорить еще, а все остальные практически параметры можно всегда поменять динамически. параметры которые вы посмотрите на файле подвижно одно параметры нельзя поменять. только один два параметра нельзя поменять. А все остальные можно динамически поменять. Только два нельзя поменять параметра которые хранятся. Соответственно вы понимаете что вот вот эти зеркала вот это зеркала правда это зеркала только это бинарные зеркала а это текстовые только два параметра это db block size поменять нельзя его нельзя в принципе поменять и db name тоже нельзя поменять все остальное можно менять динамически база данных работает в процессе работы базы данных мы всегда можем с вами внести изменения с помощью команды alter system alter system и поменять параметр нет есть такие параметры которые требуют например режима mount или no mount только в этом режиме вы можете поменять например параметр количество процессов в режиме open поменять нельзя вот ну давайте вот пожалуйста вам сейчас такой момент у нас параметр isj также есть верно мы сейчас находимся в режиме стартап no mount в режиме no mount я сейчас правильно вот сейчас вот в режиме open там уже множество параметров нельзя поменять сейчас я меняю параметр alter system set sja target сколько у нас там сейчас 512 равен 360 скоб босс система изменена теперь перевожу режим в режим alter database open нет давайте режим mount переведем для начала меняем на 365 система изменена у нас с вами количество процессов сейчас 10 job processes select name value from в доллар параметр так ну да слишком круто взял да в name like job вот такой параметр alter system job processes нет этот параметр мы поменяем как раз неудобно неудачно процесс так дебирайтер процесс вот кстати вот дебирайтер процесс alter system set дебирайтер процесс равен 1 сделаем 2 помните что это такое да скоб босс он не может быть изменен alter system так только не alter system а стартап no mount force и этот параметр здесь тоже нельзя изменить помните почему его нельзя изменить смотрите что это за параметр что он определяет количество лох райтеров количество дебирайтеров да что такое дебирайтер это фоновый процесс верно это фоновый процесс в моменте no mount процессы работают они уже работают и жалобность уже распределена поэтому этот параметр мы можем с вами изменить только лишь в режиме shutdown а в режиме shutdown как мы его можем поменять с вами только через p-файл только через p-файл ну и что да это только под виндой это это windows система да это вот чтобы можно было подключиться то есть висит вот этот маленький процессик там ничего нет нити нет но этот процесс висит а когда мы стартуем сервер то в этом случае происходит как раз инициализация уже и запуск процесса вот почему нельзя даже вот в режиме no mount нельзя этот параметр поменять давайте сделаем наверное перекур файле его дабы потом чтобы при перезапуске не забыть изменения изменялась только в память так ну а теперь давайте поговорим с вами об операторе mount о команде mount о второй ступеньке сейчас у нас находится база данных в режиме no mount я выполняю команду alter system так извините alter database alter database open mount что происходит в этом режиме вот база данных изменена вот этот режим если посмотреть теперь p файл мы можем найти здесь достаточно интересный момент это вот этот параметр control files параметры control files описываются control файлы которые так извините вот он control файл описаны control файлы которые ассоциированы с нашей базой данных control файл это файл который пишется сцн это файл который постоянно тикает то есть в него постоянно постоянно пишется текущий сцн и все события которые происходят в базе данных пишется в этот control файл это сердце своего рода поэтому оракл создает три файла давайте я сейчас создаю три файла три control файла и в эти control файлы оракл пишет информацию давайте попробуем с вами сейчас перевести базу данных вот таком режиме я control файл за комментарию sp файл переименую и попытаюсь перестартовать базу данных стартап на mount force посмотрите в этом случае все прошло гладко но теперь попытка перевести в режим mount базу данных произошла ошибка куда попала ошибка вот давайте мы с вами сейчас и эту проблему сразу порешаем посмотрите ошибка попала в alert лох журнал в alert лох журнал вот сразу мы с вами тут убьем нескольких зайцев сейчас параметр инициализации select name value from the dollar parameter where name like user dump destination вот этот параметр который определяет место размещения пользовательских трассировочных файлов давайте зайдем в этот каталог итак серверная часть администрирования раздел админ вот он он оракл бейс админ имя экземпляра юдамп это так называемые пользовательские трассировочные файлы так сейчас что-то я не нахожу вот и baddump параметр где он откуда он взялся вот так дайте-ка я вот такой запрос напишу сейчас value like baddump да что ты так ребят вот наш файл который очень важный я хотел бы его сейчас перенести в другое место так дайте-ка я подсмотрю забыл я этот параметр инициализации а здесь мы не можем посмотреть у нас сервер сейчас остановлен так значит value like dump нет не name value dump каталоги так correct dump baddump вот background dump destination вот этот параметр в 9 ораколе и в 10 ораколе выглядит таким образом а в 11 ораколе его вообще теперь нет этого параметра там теперь остался вообще один параметр указывающий место размещения всех лох-журналов но вот параметр background dump destination для нас с вами очень важный администратор должен начинать рабочий день с каталога куда указывает вот этот параметр background dump destination я сейчас имею базу данных в каталоге voc database вот наша база данных оракол ребят предлагаю вот здесь в этом каталоге чтобы нам не бегать по диску и разместить трассировочный файл alert log вот это один из самых важных файлов в которых оракол описывает свое состояние я сейчас создам в этом каталоге папку alert нет неправильно неправильно я это делаю только лишь из-за того чтобы у нас все было в одном месте чтобы нам можно было лучше ориентироваться ребят идея такова у вас должен быть на сервере создан некий каталог где будут создаваться alert журналы потому что у вас на сервере может быть не один экземпляр а несколько экземпляров выделите отдельный каталог куда будете выкладывать всю информацию о состоянии базы данных вот я создал каталог ну рядом ну рядом с базой данных чтобы мне не бегать по диску и вас и у вас глаза чтоб не у вас глаза чтоб не рябило я положил рядом с базой данных только лишь из соображений вот почему здесь база данных у меня как раз здесь у меня база данных здесь ее флеш область и сама база данных ребята я собираю все в одном месте чтобы у нас было так но я сразу подчеркиваю что вот этот каталог alert который я сейчас создаю он конечно должен быть где-то в другом месте по умолчанию Oracle использует каталог ну давайте я на картинке это наверное нарисую тогда потом мы вернемся к нашей первой картинке как Oracle рекомендует эти вещи делать есть каталог Oracle Base где размещается каталог Oracle Home и по умолчанию Oracle вот в этом каталоге Oracle Base создает каталог где размещается дампы где размещаются дампы логи сервера базы данных бакграунд дамп дистинейшн так дэст по-моему только она не дистинейшн дэст да бакграунд даб дэст указывает вот в этот каталог каталог который называется админ по умолчанию дальше идет экземпляр базы данных Oracle а потом в этом каталоге создаются подкаталоги вот в 11 Oracle теперь остался только лишь один параметр так background дамп дистинейшн все-таки наверное вот сюда надо было бы перенести его правильно было бы вот здесь указать вот один из параметров который будет указывать вот сюда здесь же будет у нас с вами сюда же будет указывать каре дамп дистинейшн параметр вот параметр коре дамп дистинейшн он указывает в этот же самый каталог смотрите только в каталог цедамп и еще один параметр ю дамп юзер дамп дистинейшн который указывает тоже в свой каталог коре дамп дистинейшн таким образом юзер дамп дистинейшн вот эти параметры вот в одиннадцатом ораколе больше нет вот этих параметров я сейчас не помню уже как он называется но есть один единственный параметр который указывает вот в эту точку и все а там уже оракол сам распределяет что для нас с вами сейчас важно важно то что в эти каталоги попадают и пользовательские трассировки и один пользовательские трассировки вот этот каталог юзер дамп дистинейшн коре дамп дистинейшн это проблемы связанные с работой процессов оракола нити оракола и background дамп дистинейшн сюда попадают трассировки сюда попадает alert файл вот давайте мы с вами сейчас поменяем эти параметры и я в каталоге database alert создам папочку user и папочку коре а вот в корень этой папочки помещу background dump дистинейшн таким образом я меняю теперь параметр alter alter system set background дамп дамп дистинейшн дамп дистинейшн set set background dump destination равный скоб босс так и поместить в одинарные кавычки надо это все нет кроме так да 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 исполни сделан сейчас сделаем ребят вот в unix и windows и не поддерживается в unix и мы можем использовать вот здесь оракл холм так о виндусе мы должны полностью прописать значит create sp файл from p файл который будет равен c оракл db10.2 сервер датабейс датабейс и соответственно файл и нет оракл 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 так и теперь перестартую сервер mount force после этого выполняю alter system датабейс меняю background dump destination соответственно поменяю еще два файла еще два каталога еще два каталога user dump destination alert user и горе dump destination кора дам destination кора в кора вот таким образом у нас с вами теперь новый каталог куда будет писаться информация ну лучше да лучше да ну правда можно поменять на лету и даже в open режиме например user dump destination можно поменять в режиме а нет ничего не скопируется все ребят все вот сейчас мы с вами перешли в новый режим совершенно у нас есть alert журнал посмотрите теперь у нас тут появился alert log в коре ничего нет в юзере ничего нет пока а вот в alert log уже пошли записи что администратор дел выполняет и когда выполняет какие-то действия вот это какие команды те которые администратор творит с базой данных изменение состояния базы данных теперь я останавливаю сервер шатдаун смотрите блок журнал в alert log пошла запись о том что сервер был остановлен вся работа сервера теперь будет писаться в этот журнал так и стартую стартую стартап ноумаунт соответственно получаем запись в лог журнале смотрите что мы получили стартует стартует сервер причем стартует в режиме normal видимо не был найден control флажок в control файле и восстанавливать нечего дальше дальше пошло описание процесса старта описываются параметры отличные от умолчания посмотрите описаны наши как раз новые параметры которые мы ввели куда описываются бакграунды ну и сервер стартовал стартовали процессы сервера вот они они вот эти фразы да запросто но поправить его да его поправить то есть для чего вы это делаете для того чтобы изменить наверное каталоги правда конечно запросто это же обычный текст зачем нам их вводить мы один раз ввели смотрите что мы сделали мы ввели эти команды вот они они и сказали скоббосс что мы теперь должны сделать после того как поменяли в п файле у нас то есть они сейчас в п файле нет мы стартовали как базу данных из сп файла верно поэтому сразу же после таких манипуляций что мы должны сделать создать п файл и положить его в холодильник ну на самом деле и п файл и сп файл надо класть а вот п файл у нас важный момент п файла правда из него мы всегда можем аварийно восстановить зачем мы сп файл кладем чтобы увидеть какие параметры были изменены динамически динамически а п файл кладем для того чтобы потом можно было всегда восстановить базу данных с того момента когда мы выполнили последний раз вот такую команду create п файл from сп файл from сп файл то есть таким образом у меня теперь появился файл сейчас сейчас да я вот как раз хотел это показать сейчас значит смотрите вот он он вот он он оракал сервер database вот мы получили с вами п файл давайте я его скопирую куда-нибудь в наш рабочий каталог в ок да и 3 вот он он этот файл что здесь значит смотрите мы с вами писали без всяких звездочек без всяких точек вот момент такой если вы видите что звездочка точка знаете что этот файл был что этот параметр был получен на основе сп файла то есть он динамически был получен этот параметр если звездочка то есть мы его получили из сп файла если вы видите в этом файле что-нибудь вот такое сейчас что придумать там оптимайзер моды вот больше ничего на ум не лезет сейчас оптимайзер моды all rose ребята это значит вы когда-то внесли этот параметр либо коллега конечно перезапишут он его перезапишут безусловно перезапишут но этот у меня уже в холодильнике лежит потому что мы взяли из сп файла параметры а это уже что-то я мудрю я могу пойти по старинке как я это делал в восьмом оракле восьмом оракле у меня не было других файлов вообще сп файла не было я менял в памяти и параллельно менял вы нет файле то есть это какие то вот мои наработки и есть еще один вид параметров вот он он впереди стоит вот этот пара эти параметры появились в девятке впервые оракл динамически распределяет память вы туда и не лезете здесь всегда можно подсмотреть сколько сейчас весит large pool сколько db кэш буферный кэш базы данных занимает вот смотрите буферный кэш сейчас занимает 448 до 364 мегабайта правильно я говорю по-моему правильно правильно 364 мегабайта я могу всегда выполнить команду шоу 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 и видите вот она на этот параметр да а опа опа как ну честно говоря сейчас 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 нет я так навскидку и не скажу потому что стартовать из п файла вы по большому счету не имеете права базу данных она стартует прекрасно но рабочая база данных из п файла не должна стартовать вы стартуете из п файла только лишь в режим ноу маунт чтобы в режиме ноу маунт создать сп файл и перестартовать немедленно перестартовать из сп файла поэтому нет она безусловно может стартовать открыться и работать но это корни неправильно так у нет динамически вы ничего не поменяете вот вам смотрите смотрите я сейчас стартую базу данных стартап в режиме mount сразу минуем ноу маунт перехожу в режим маунт но стартую из п файла п файл п файл будет равен c oracle о диби 10 динамico диби 10 2 сервер сервер датабэйс 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 init oracle or Ора. В режиме маунт. Ну, у нас тут проблема с открытием, да, прозникла? А? Да, мы там грохали, по-моему, какие-то записи. Ребят, ну смотрите, сейчас из какого файла мы стартовали? Из P файла, правда? Altar database, Altar system, set optimizer mode равен first rows, scope равен boss. Смотрите, к чему привел. Видите, да? Почему? Потому что мы с вами не стартовали базу данных из SP файла. Поэтому в таком режиме вообще база данных не должна открываться. Вот посмотреть, как она открыта, честно говоря, я вот... Может быть и можно как-то сделать. А? А scope memory без проблем. Конечно, без проблем. Scope memory, тут все будет нормально. Система честно изменена. Так, есть еще вопросы здесь? С SP файл у нас текстовый, AP файл? Текстовый. Но самое правильное и хороший администратор такой администратор, когда они у вас строго синхронизированы. Единственное, вот я говорю, когда мы смотрим с вами SP файл, текстовым редактором, чтобы подсмотреть вот эти вещи, как распределились памяти. На самом деле их можно посмотреть и с помощью селектора. А конвертировать можно так и не в SP? Да, да. Только одно условие. Если мы конвертируем с вами P файл в SP файл, мы должны указать полный путь доступа к P файлу. Даже если он и находится в каталоге по умолчанию, и имеет по умолчанию. Все равно мы должны указать полный путь. А вот из SP файла в P файл мы конвертируем с вами с помощью команды Create P файл. From SP файл. Без всяких указаний, потому что SP файл всегда один, и имя у него всегда жестко прописано. Жестко связано с именем экземпляра. Так, значит, ребят, мы с вами решили сейчас одну очень важную миссию. Теперь наш рабочий день будет начинаться с просмотра всегда вот этого файла. А вечером, если вы никаких проблем не обнаружили, если обнаружили проблему, значит, надо оставаться на ночь, ее надо решать. Здесь проблемы действительно будут писаться все. Если вы не обнаружили проблем и уходите с работы, самое правильное сделать следующее. Вот этот файл удалить. Вот это самое правильное будет. Как только вы файл удалите, после этого он будет создан, как только у Oracle произойдут какие-то события. Ну вот события, давайте мы с вами сейчас это посмотрим. И я хотел бы поговорить с вами теперь о крайне важном файле. Это Control файле. Это действительно Achilles'овая пята, с которым надо быть очень аккуратным. И так, как они у нас с вами размещены сейчас в базе данных, это не дело. Shutdown, Abort, Startup, Mount. И у нас с вами возникла вот такая проблема. Мы не можем стартовать с вами сейчас базу данных. Давайте будем разбираться, почему это произошло. Так вот, я стартовал в режиме Mount. Это значит, база данных теперь автоматически проходит первый этап. И вот он, он. Области памяти были распределены. А потом начинается режим монтирования. В режиме монтирования. Так, давайте я первую картинку открою сейчас. В режиме Mount. Что происходит? Основная задача режима Mount. Взять из параметра, который описан у нас с вами следующим образом. Select name, value. From. В доллар, параметр. В. Like. Control. Files. так не помню там у нас есть сейчас найду я его вот он он control files а с подчеркиванием да давайте вот так вот я его напишу files вот этот параметр в котором описаны control файлы с которыми мы с вами работаю с которыми работает база данных вот это режим маунта вот почему у нас с вами ничего не получилось посмотрим лох журнал alert лох сервер базы данных стартовал в режиме нормал смотрите вот он он шедау на борт был первый потом старт сервера сервер стартовал потом сервер переходит в режим маунта вот это та самая команда которую мы с вами честно выполняли только она мы сказали сразу маунт поэтому оракал эту команду выполнил уже автоматически и смотрите вот та самая ошибка невозможно открыть control файл ктл 1 оракл орак что-то почему так получилось я даже и не знаю вот эта самая беда эта самая проблема с которой мы с вами столкнулись ну вот тут ситуация чревата на самом деле последствиями и от этой проблемы надо себя оградить и избавить у меня вот на моем веку два раза были проблемы да нет подождите три раза три раза один раз в русском алюминии вот один раз в компании raw флизинг вот и третий раз там еще в одной конторе происходили эти чудеса вот самый конечно потрясающий случай был в русском алюминии конечно с control файлами а нет еще один был в екатеринбурге был но там там тоже восстанавливали базу данных там вообще были чудеса там администратор ничего не предпринимал поэтому пришлось базу данных практически с нуля восстанавливать а ситуация следующий control файл потеряли потерялся вот в русском алюминии самый показательный пример как раз был что там сделали ребят вот у вас скорее всего вот этот параметр который вы вывели сейчас выглядит не так кто-нибудь выводил его нет не при вот у есть у кого-то три файла здесь у всех по одному да у всех по одному значит мы эту базу данных делали с вами в тупой инсталляции какой-то ребят категорически нельзя вот так делать что у нас сейчас произошло смотрите мы указываем с вами сейчас какой-то файл который находится совершенно в другом месте ведь база данных у нас где мы духу где мы планировали базу данных разместить и мы ее когда создавали мы ее там разместили а кто ее знает а кто ее знает до планировали вот здесь правда и кажется что вот здесь мы ее и разместили с вами это кажется о 3 есть до файла замечательно вот значит у вас там и посмотрите куда они указывают есть эти control файлы на самом деле там значит он не удалил их не успел да есть эти файлы на самом деле на диске есть да смотрите что у меня происходит у меня в параметре инициализации ну вот он он описан control файл который указывает в область ну вообще абсурдную область у меня там базы данных никогда и не было правда я действительно базу данных когда создавал базу данных я ее создал вот где вот он оракал каталог и вот здесь у нас с вами действительно есть три control файла после создания базы данных они были получены для давайте с вашего позволения я ставлю один а остальные удалю ну так просто чтобы было мы этот сейчас удалим свой ничего а наша задача восстановить все действительно когда была создана база данных мы получили вот этот control файл действительно он получен что у него внутри так так не получается подсмотреть так ну давайте я вот так вот попробую поискать в этом файле информацию полезную на самом деле как вы видите это бинарный файл он постоянно пишется оракалом если оракал даже простаивает молчит ничего не делает никто к нему не обращается вот в этом файл в этот файл примерно 16 байт все время пишет только но смысле не дописывается он одного размера всегда и размер кстати этого файла зависит от операционной системы от структуры базы данных зависит я сейчас попробую найти вот нашел только куда она ушла не вижу найти нашел а где она это фраза что-то грустно как-то так искать да так юзер давайте-ка я вот так подсмотрю сейчас как луну как он находит то я что-то не пойму где она но нашел да видно а перенос по строкам а он не перенесет это бинарные строки ребята это бинарный файл что важно для этого файла здесь перенесет думаете не знаю где это сделать но видели что нашел ребят на самом деле в этом файле хранится структура базы данных все вот что в этом файле ладно давайте так сейчас задача будет следующее мы должны с вами определить новое место размещения control только не файла а control файлов и есть хорошая рекомендация хорошее правило размещены они должны быть по разным физическим диском все три на разных физических дисков три рейт массива ну понятное дело что круто вот но тем не менее это для своей безопасности что я сделаю сейчас я симулирую симулирую в нашей базе данных вот у нас fog database я симулирую три диска диск первый диск второй и диск третий в этих папках ну вот наши подмонтированные диски какие-то подмонтированные файловые системы создаю три папки control 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 и control и теперь вот тот файл control вот этот control файл копирую копирую в эти папки давайте мы его изменим с вами control не 0 1 а назовем его control ктл вот эти файлы вот эти файлы теперь копирую и разношу в нашей папке в нашей папке следующий шаг используя п файл используя п файл вынести в каталог database и управлять нашей базой данных через п файл который будет храниться теперь не в каталоге сервера database а в каталоге я вырезаю его отсюда все все что мы будем с вами делать с базой данных теперь будет определяться вот этим каталогом database вог database вог то есть когда мы будем стартовать базу данных теперь с вами по умолчанию всегда будет читаться сп файл правда а все серьезные изменения которые мы будем производить с вами с базой данных а сейчас у нас действительно с вами серьезные изменения мы делаем с вами вот через этот файл и нет уроки л и он будет теперь хранится вот здесь это надо себе просто вот так вот один раз застолбить в этом файле посмотрите отсутствует параметр у нас с вами сейчас control файл правильно его вообще нет у нас в аппо файле вообще ни слуху ни духу не было помните он у нас не открылся даже control файл не был найден откуда ему взяться если мы его с вами не описали никаким образом а потому что мы в режиме ноума он пытались перевести в режим маунт верно и у нас была проблема с control файлом смотрите вот наш базовый сейчас вот он базовый каталог с базы где хранилось описание вот он sp файл в котором действительно нет файла а вот тот файл spfile.org.l1 который был получен вот с таким параметром control файл вот этот параметр я сейчас и определю файл в нашем конфигурационном файле control файл и я описываю место размещения control файлов voc database control и файл который у нас был скопирован control ктл а а диск еще один да database диск control конечно диск один диск два диск три database диск 1 control control ктл и вот так мы описываем с вами три файла диск три диск два и вот теперь пытаемся перестартовать сервер стартап 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 force pfile c database c oracle database так и тут у нас с вами и нет урок л датабэйс и нет где датабэйс вроде нет все нормально а в стартапе стартап ркл ора так так что то он да и нет так п файл ора ноу маунт а в режиме open так что то такое сейчас ребят что то у меня нет здесь кавычки мы не ставим что то я не понял оракл оракл а виноват какой же вог датабэйс то а не оракл вог у меня датабэйс конечно же вот вот сейчас сервер переведен смотрите новые параметры должны вступить в силу датабэйс мы и с от параметра $, название равен контроль файлу. Вот три таким образом файла определены. Теперь пытаемся перевести базу данных в режим mount. Смотрите, мы базу данных теперь стартовали с новыми контроль файлами. Вот если одного из трех не будет, будет ошибка. А они у нас на разные, как же одинаковые, они у нас все разные. Смотрите, вот он, раз, два и три. На трех дисках у нас три файла. Абсолютно верно. Все три файла абсолютно одинаковые, они абсолютно зеркальны. Вот нет. Oracle их стартует параллельно и параллельно в них всегда пишет одну и ту же информацию. Control файл должен быть на быстром диске, но на самом деле это не существенно, потому что пишет порядка 16 байт всего. А? Значит, ну на флешке, да, на флешке тоже можно. У меня был один преподаватель знакомый, который читал курсы лекций по администрированию сервера базы данных и он на трехдюймовом дисководе располагал табличное пространство. Нет, ну а почему бы нет? Ну работает, все равно работает, конечно. А если, допустим, один файл недоступен? Вот, один файл недоступен. Что делать? У нас, правда, сейчас режим open только, то есть режим mount. Мы еще до следующего режима с вами и не дошли. Вот, но тем не менее. Ребята, у нас будет еще один эксперимент с вами где-нибудь, когда будем о восстановлении говорить. У нас еще один серьезный момент будет с control файлами. Я сейчас про него не говорю, молчу. Вот, пока вы должны понимать одно, что control файл это святое и должны быть копии. Смотрите, я сейчас базу данных держу в режиме mount. А давайте переведем в режим open, потом я вернусь, ладно? Alter database open. Вот третья ступенька. База данных изменена и стартована. Все замечательно, все красиво, но… Да, давайте посмотрим жур-алерт лох. Так, вот. Были стартованы диспетчера, сетевой адрес был получен. Смонтирован. Подмонтировались потоки и… Кстати, написано о том, что… МТТР таржет у нас с вами… Так, это открытие уже было базы данных. Это не интересно. А где же control файлы это наши? Где… Где… Где mount? Нет, это они… Это… Это параметр. Это параметр. А вот меня интересует сейчас база данных, где смонтировалась. Подождите, почему же так получилось? А, она у нас раньше была смонтирована. Вот у нас, смотрите, ошибка. А вот… Вот идёт монтирование базы данных. А, нет. Вот останов. Останов базы данных пошёл дальше. Это останов. Чтобы не гадать, давайте вот так сделаем, а? Наверное, удалить проще. А… Вот, ребят, команда эта. Вот она. Вот то, что я искал. То есть, это идёт монтирование сейчас. И монтирование прошло, и началось… Началось открытие базы данных. База данных открылась, и посмотрите, стартуют рядолог журналы. Об этом чуть позже. Вот они они. Текущий журнал устанавливается, и всё замечательно. База данных стартовала. А вот там реклама… Про реклама давайте потом будем говорить. Сейчас не хочется здесь… Это… То, что… DB recover file destination. Область занята, но не использована. Нет, там… Реклама… 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 Это нормально. Вот. Группа вторая. Так, рекавери… Он в онлайне сейчас. Перешёл в онлайн. Complete redo application. Я так понимаю, что было найдено… То, чтоб мы не… Сервер стартовал некорректно… Сервер был остановлен некорректно. А, ну вот, кстати, об этом написано. Вот. Ридос сканируется. Ну, сейчас… Давайте мы проведём с вами следующее. Я удалю этот файл… Здесь же, кстати, и Лохрайтер свою информацию пишет. Это Лохрайтер. Его тоже можно удалить. Так вот, поступаем следующим образом сейчас. База данных работает? Сейчас у нас. Работает прекрасно, правда? А я беру и… Удаляю… Control файл. Control файл подпортился по какой-то причине. Ах ты, так он мне не даст, да, его отредактировать? Ну, давайте чем-нибудь более серьёзным отредактируем файлик сейчас. Вот такая есть утилитка. Notepad++. Которому по барабану открыт файл или не открыт файл. Он всё равно с ним будет работать. И я открою… Control файл. Ну вот, замечательно. Беру и вот так вот жёстко подщикал Control файл. Сохраняю его на диске. Notepad всё сохранил, честно. Знает об этом администратор или нет? Открывает. А может быть… А вот теперь смотрите, что у нас произошло с вами… Ну, кстати, пока даже и RedoLoft не записался. Файл удалён. Буфер был, видимо, у нас. Ну, давайте посмотрим, что пользователи могут делать в этой ситуации. Пользователи уже работают. Пользователь Sys предоставит сейчас… AltarUserScot Аккаунт Так… Что тут можно сделать? Connect… Скот… Тайка… Соединяюсь с пользователем скот… Select… Все… From… Depth… Так… Как-то странно себя ведёт наш… Ребят, мы всё правильно сделали, а? Так… Control файлы у нас с вами… 6896… В третьем диске… 2752… В первом диске… 6896 килобайт… Update… Ну, или давайте Create сделаем… Create Table… Q… С полем… Там… N… Number… Ну, естественно, там… Да, он должен был… Ребят, сейчас… Смотрите, база данных как работала, так и работает… А? Нет, мне хочется вот так вот… Он должен был бы сейчас всё-таки нам дать сообщение… Давайте я более серьёзную какую-нибудь операцию проведу сейчас… Которая приведёт к записи в Control файл… Извините… К записи в… Alert log… Connect… Assis… DBA… И… Сделаю следующее… Alter system… Switch… Log файл… Ну, вот такая серьёзная операция, которая… Приводит… К… Обновлению alert log журнала… Alert log появился… Ну, и смотрите-ка… Про Control файл… Опять ничего… Ни слухом… Ни духом… Вот… Да… Ни слухом… Ни духом… А теперь… То есть, вот тут… Идея какова… Три файла… И они живут… Всё пока шевелится… Всё пока дышит… И администратор, в принципе, спит спокойно… Но наступает пятница… В пятницу – профилактика… Сервера… Или там в субботу, когда… Тут уже зависит всё от вас… Но профилактику сервера надо делать… Это значит, сервер… Хотя бы вот так даже… Стартап… Форс… Вот операция, которая приведёт к чему сейчас… И посмотрите, вот тут мы и получили с вами… Так, только у меня сейчас, по-моему… Ошибочка вышла, а? Ребят… И вы молчали, как партизаны… А я ошибку допустил грубую… Давайте смотреть… Ошибка грубая… Вот с точки зрения администратора… Это грубо… Было… Что? Я не сделал… Я не пересоздал… Я не пересоздал… Я не пересоздал… Спфайл… Да… Были взяты старые настройки… И поэтому… Это, конечно, безобразие… Что надо делать… Вот давайте мы ещё одну ошибку с control файлом сейчас увидим с вами… Собственно говоря, поэтому… Поэтому… И мы не получили с вами информации, видимо… Это… А я себе правил… Спонсор… И всё равно работает… Потому что… Правильно… И будет работать… Вот… Это зависит от операционной системы… Она забукциризировала… Вот… Так… Значит… Что я не сделал… Вот… Что я не сделал… Давайте, наверное, перекур сделаем… Давайте сейчас… Симулирую я это дело… Значит… Выполняю команду startup force… Вот эта команда… Которая… Полностью… Перестартовывает сервер базы данных… И выходит в режим open… И вот… Смотрите… Мы сразу с вами получили… Подпочеченный control файл… В alert.log журнале… На третьем диске… Файл был запорчен… Что делать… Мы находимся с вами сейчас… В режим… Выходим в режим no mount… Open… Ох… Извиняюсь… Open… Startup… No mount… Force… Когда… Сервер базы данных… Еще… Сервер базы данных стартован… Но… Control файл не открыт… Копируем… Control файл… И после этого… Стартуем базу данных… Alter… Database… Open… Да… Да… Вначале… Mount… Надо сделать… Да… Open… Database… Mount… И… Alter… Database… Open… Ну… Можно было сделать… Startup… Force… Что было бы то же самое… Вот… Это… Механизмы… Старта… Сервера… Что произошло… В режиме… Open… Ребят… Потом у нас еще будет большой… По этому поводу… Разговор… Произошло… Связывание… Табличных пространств… В Control файле… Описаны… Табличные пространства… Все файлы базы данных… Описаны… Исключительно… В Control файле… И вот… На этапе… Как раз… Открытия… Открываются… Файлы базы данных… И открываются… Ридолов журналы… Я сейчас… Не лезу… В дебри… Табличных пространств… Это наш… Большой разговор… Но… Имейте ввиду… Что… Вот… Именно этот… Этап… Значит… На этапе… Маунта… Таким образом… Читается… Control файл… В Control файле… Описаны… Все… Табличные пространства… Все… Все файлы… Табличных пространств… Другими словами… Описана… Структура базы данных… У нас будет с вами… Большой пример… Когда… Табличное пространство… Почему-то… Умирает… Как его… Восстановить… Что делать… Control файл… В этом будет… Помощником… И наконец… Open… Когда… Открываются… Все файлы… Которые были… Описаны… В этом файле… Вот здесь идет… Ассоциация… С файлами… Табличных пространств… Табличных пространств… А в режиме… Open… Эти файлы… Открываются… Файлы табличных пространств… Открываются… И открываются… В этом… На этом этапе… Открываются… Ридолок-журналы… О которых… Тоже будет… Отдельная… Большая песня… У нас с вами… Табличные пространства… И… Ридолок-журналы… Вот это… Таким образом… Четыре… Ступеньки… Жизни Оракова… А как происходит… Останов… Сервера… Абсолютно верно… Назад пошли… Назад пошли… Давайте… Вообще… Чтобы это было… У вас… Кстати… Картинка… Это даже есть в книге… Эти ступеньки… Ну давайте… Я ее нарисую все-таки… Чтобы немножко обсудить… А потом… Мы с вами… Должны будем подумать… А как это все будет происходить… В режиме… Open… Все открыто… Поэтому… Когда мы переходим в режим… Маунта… Что должно произойти… Файлы табличных пространств… Должны закрыться… Ридолог… Журналы… Должны закрыться… А если закрываются… Ридолог… Журналы… Что должно произойти? С… Грязными блоками… Они должны записаться… На диск… В табличные пространства… То есть… Вот на этом этапе… Open… Mount… Происходит… Как раз… Запись блоков… Потом… Закрывается… Control… Файл… No… Mount… И база данных… Переходит… В нерабочее состояние… В шокдауне… В шокдауне… Вот это… Те же самые порожки… Только в обратную сторону… Никак… Никак… Только лишь… Использовать… Управление… О котором сейчас пойдет речь… А на самом деле… Вот… Эти все ступени… Можно проскочить назад… То есть… Прыгнуть через ступеньку… Через две ступеньки… Через три ступеньки… Но… Когда база данных открыта… Так… Запомнили эту картинку… Чтобы мне ее… Вот… Он шел сюда… Да… И по… Ступеньки… Да… Корректно… Тут… Тут ситуация… Нет… Тут ситуация такая… Что значит… Корректно… Корректно… Давайте лучше… Я таблицу эту нарисую… Давайте лучше… Я таблицу эту нарисую… Потому что… Форс приводит к достаточно интересным проблемам… Примерно… Происходит то же самое… Что… Выдернуть шнур питания… Но это… Корректный остановок… Но это… Все равно… Корректный остановок… Базу данных… Некорректно… Разрушить… Нельзя… Разрушить… При остановии… Ее нельзя… Но… Как… Остановить… Базу данных… Вот… Когда мы говорим… Форс… Тут… Максимально быстро… Останавливается… Сервер… Он… Останавливается… А… Флажок… Останавливается… Вверху… Как будто… Да… Как будто… Мы… Сервер… Сервер… Выключили… Так вот… Давайте… Я попытаюсь сейчас… Крестики-нолики… Поиграть… И поговорим мы с вами… О команде… Shutdown… Вот… Эта команда… Которую… Мы уже… Выполняли… С вами… Команда… Shutdown… Она… Она может выполняться… В нескольких… Режимах… Так… Я не помню… Сейчас… Можно здесь… Help… Написать… Или нет… Нет… А… Вот так… Нет… Мы так не получим с вами… Он просит… Загрузить… Вот… Но на самом деле… У команды… Shutdown… Есть… А… Help… Shutdown… А… Help… Shutdown… Да… Help… Shutdown… Есть четыре опции… Вот они… Аборт… Имейте… Нормал… И… Транзакшн… Вот эти… Четыре… Опции… Нормал… Транзакшн… Транзакшн… И… Меди… Имейте… И… Аборт… Вот такие… Варианты… У команды… Shutdown… А вот теперь смотрите… Пользователи работают с базой данных… И пытаются подключиться новые пользователи… Создают новые… Создают новые… Сессии… Пользователи… Это… Такой режим может быть… Вполне нормальный… Да… А мы с вами команду Shutdown выполняем… Пользователи работают… В своих сессиях… А мы пытаемся с вами… Остановить базу данных… Будет ли происходить ожидание… Закрытие сессии… Это вопрос еще… Это еще вопрос… По умолчанию нормал… Дальше… Начало новых транзакций… Так… Давайте… Новые транзакции… И ожидание закрытия транзакций… И закрытие файлов… Вот такие дисциплины… При закрытии базы данных… Ну… Еще одну давайте сделаем… А нужно ли восстановление базы данных… Нужно ли восстанавливать базу данных… Рекава датабейс… Рекава датабейс… Да… Действительно… Когда мы с вами… Выполняем команду… Шатдаун… Эта команда… Выполняется… В режиме… Нормал… Что при этом происходит… Посмотрите… Висит… Что при этом происходит… Новые сессии… Не разрешаются… Создание новых сессий… Не разрешается… Смотрите… Висит… Пытаюсь подключиться… Надоело, честно говоря… Вводить пароли… С вашего позволения… Сделаю так… Чтобы пароли… Не вводить больше… Сохраню… Пароли… Так… Пытаюсь… Скотт Тайга… Смотрите… Сессия… Сессия новая создалась… А мы уже базу данных останавливаем… Так… Так… А я туда подключился… А… Не туда, по-моему… В ванну подключился… Это на Linux я ушел… Конечно… Поэтому… И… Так… Вот… Моя база данных… Oracle… Скотт Тайга… Таким образом… Новые соединения запрещены… Но… Почему… Сейчас… Команда Shutdown… Работает… Почему… Она висит… Посмотрите… Вот она проблема… В чем… Пользователь СИС удерживает сессию… Что сейчас произошло… С нашей текущей сессией… Она была закрыта… Правда… А новая сессия открыться не смогла… Таким образом… И здесь сессия не подключена… И здесь сессия не подключена… Так… Только… По-моему… Он не закрыл ее… Вот… Давайте… Мы ее закроем… С вами… Сейчас… Close… Вот… Я… Отлогинился… Так… Закрыл… Так… Ну… Давайте… Вот так… Сейчас… Проще… Чтобы было честно… Все… Так… Кто-то… Еще… Значит… Где-то… Как-то… Кто-то… Еще… Меня… Держит… Интересный… Момент… Вот… Держит… Вот… Держит… Держит… Вот… Держит… Да… Конечно… Кто… Держит… Сейчас… Срываю… Команду… Шетдаун… Не получается… Да… Нет… Получилось… Ну… Я полностью вышел из… SQL Plus… Смотрите… Приконнектился… В каком режиме база данных сейчас работает… В нормальном штатном режиме… Правда… Кстати… В этом режиме… Сейчас… Пытаюсь… Подключиться… Но… Шетдаун… Уже пошел… Шетдаун… Кто-то держит… Селект… Машин… From… В доллар… Сешен… Я даже не прилагинил… Так… Я сейчас даже не вошел… Смотрите… Сессия… Остановлена… Сейчас… Новые сессии созданы быть не могут… А старые висят… Что остается делать… Шнур питания выключать… Да… Ребят… Что я хочу нарисовать… Вот здесь… Я хочу нарисовать… Вот здесь… Что… Здесь идет ожидание… Только давайте не так нарисуем… А вот так… Новые транзакции будут… Доступны… В этих сессиях… Как вы думаете… Нет… Так… Что-то я никуда… Залез… Нет… Недоступны… Ожидание транзакций будет завершаться… Завершено… Транзакции будут завершены… Будут… Файлы будут закрыты… При нормале… Будут закрыты… Флажок станет хорошим… И восстановление… Такой базы данных… Не потребуется… В транзакционном режиме… Все круче немножко… Все круче немножко… Вот здесь происходит разрыв… Так… Ребят… Вот здесь… Новые транзакции… Так… Новые транзакции… Запрещаются… И… Новые… Новые… Ожидание транзакций… Разреш… Ожидание… Разрешается… Так… Я не туда написал… Ребят… Close session… Значит… Сессия… В транзакционном режиме… Будет разрываться… Но… Транзакции… Которые… Открыты… Будут закрываться… Корректно… Транзакция… Завершится… Да… Транзакция… Завершится… а потом принудительно разрывается сессия. А в нормале пока пользователь висит. Пока он не производит отвалиться. Транзакционный? Нормал, честно. Да, администратору нет, не интересен. Поставил на ночь и жди. Вот ситуация такая была, уже я говорил про... Так, close file. Осуществляется. То есть закрываются файлы и база данных не восстанавливается. База данных корректно закрывается. Ребята, по поводу режима нормал. Это забавно, значит. Опять вот тот самый завод. Я просто там провел достаточно много времени. Там, где Калашникова делают автоматы. Сижу вечером в классе, а там вот администратор, тетушка сидит там, что-то колдует, ей завтра в отпуск уходить. Потом у нее волосы так медленно поднимаются, она там тройным этажом начинает крыть. Я говорю, а что случилось-то? Да вот опять эта тетя Маша опять приложение свое не закрыла. Я говорю, а что делать-то будете? А там нельзя все это закрывать. Я знаю, что она там поставила какую-то работу, какую-то обработку. А нельзя этого делать наночной. Запретили это делать. А видно, то я тоже в отпуск надо уходить. Вы что делать будете? А я ее сейчас вызову. Она придет, она здесь недалеко живет. Закроет. Вот. Поэтому, конечно, нормал для нас, как для администраторов, не интересен. Это такой курьезный момент. Я, честно говоря, даже не знаю, почему сейчас. Нет. Завершится и приложение, которое удерживает эту сессию, должно закрыться. Не обязательно. Сессия держится. Я не жил. Сессию удерживаю. Серверный процесс-то мне создан. Серверный процесс для меня есть, поэтому, извините, все удерживается. Следующий момент – это имедиат. Вот это самый такой приятный с точки зрения администратора процесс, потому что здесь, соответственно, сессии недопустимы. Ожиданий никаких не делается. Немедленно отрубается. Новых транзакций никаких нет. Ожиданий транзакций. Транзакции откатываются назад. То есть, транзакции считаются незавершенными. Делается роллбэк транзакций. И единственное, что здесь происходит корректно – это закрытие файлов. И базу данных восстанавливать нет смысла. Раз файлы все закрылись корректно, значит, все замечательно, все хорошо. А вот в режиме аборт сплошные кресты. И файлы не закрываются. То есть, вот тот самый флажок в контрол файле остается вверху. Поэтому при следующем старте сервера происходит восстановление системы. И восстановление системы будет сделано автоматически. Все будет накатано, и система будет восстановлена. Вот этапы остановки и опции команды shutdown. Таким образом. Которые мы можем с вами использовать. Нет, это будет все автоматически восстановлено. То есть, сервер сам самостоятельно все восстановит. Ну, естественно, давайте попробуем с вами сейчас вот такую вещь. Я сделаю shutdown. Все-таки добью shutdown abort. Я принудительно убил сервер. Кого-то я отрубил. Кого не знаю. Ребят, в чем дело? Я умышленно так сделал. Я умышленно так сделал. Я даже могу вот так сделать. Только не старт. А. Так, она не позволяет мне так. Нет, старт. А, старт. Нет, сейчас. Стартап. Что-то у нас тут не все. Вот. Нет, стартап все-таки, да. Почему shutdown можно сокращать? Это не команды SQL, это команды SQL plus. Исключительно SQL plus. А, они без точки запятой. А? Без точки запятой. Да. И они, их можно выполнять без точки запятой. Все команды SQL мы будем выполнять с точкой запятой. Ну, сейчас давайте мы все-таки с вами доведем до логического конца структуру базы данных. Мы с вами таким образом с control файлом разобрались. Правда, я и говорю, что еще не до конца. Ребят, это сердце. Поэтому мы уделим с вами особое внимание, когда будем говорить уже о более серьезных проблемах восстановления базы данных. Аборт. Вот, смотрите. Да, кстати, база данных открылась. Давайте посмотрим. Смотрите, вот у нас в аллерге. Вот был сделан старт 12.55. А вот он был шедаун сделан. Аборт. Ну, тут, честно говоря, да. Это вот этот флажок, но нет, это не факт, потому что при аборте мы... И блоков не было, во-первых, никаких действий не было, да. Может быть, в связи с этим. Можно взять и попробовать шнур питания выключить. Ну, а что здесь такого? Ну, просто вот в обед, там, когда пойдем, я возьму шнур питания и выключу. Потом вы с обеда придете, и мы попробуем с вами стартовать базу данных. Вот. В базе данных будет восстановление. Будет показано, что он остановился некорректно. Ночью, да. Вырубился свет, потом сервер стартовал. Вполне законно, да. Ну, вы придете, вы увидите. Однозначно, вы увидите в блогах. Но я вам настоятельно рекомендую вечером вот этот файл, вообще вот этот каталог, может быть, даже весь каталог удалять. А я сейчас стартую сервер. Стартап. Форс. Мы получили с вами инвалидные каталоги. Алерт лох. Пытался стартовать в нормальном режиме, а у него ничего не получилось. Ну, кстати, вот, что я сделал. Стартап Форс. Смотрите, к чему привел. Стартап Форс. Привел к шатдаун аборт. Вот этот как раз стартап Форс. Это шатдаун аборт. И все закрывается. Это вот как раз ваш вопрос-то был. Папки придется воссоздать. Как воссоздать папки? Из иниттора, конечно, почитать и файл инициализации и увидеть, какие дампы. Ну, вот у нас дамп destination. Где они у нас? Вот они они. Алерт. Датабейс. Алерт. Коре. И где-то еще один должен быть. А, вот он юзер. Значит, мы должны создать алерт. По алерте должны создать папку коре. И должны создать папку юзер. Аудит. Ребята, об аудите давайте потом поговорим, конечно. Что такое аудит в двух словах. Администратор включает аудит, например, на подключение к схеме. И отслеживает кто, когда подключался к схеме. Он может включить аудит на какую-то колонку в таблице. Кто меняет какие-то данные в какой-то таблице. Это достаточно такой ресурсоемкий процесс, но для отслеживания каких-то событий он нужен. Так. Вот таким образом сейчас мы с вами с контрол файлами разобрались. Еще одна проблема. Это ахиллесова пята Оракова, которой тоже надо уделить особое внимание. Ну, с контрол файлами разобрались и договорились. Да, кстати, максимальное количество контрол файлов 8. Да, их можно не 3, а сделать 8. Да, есть у вас там, ну, я не знаю, есть и на флешке у вас база данных, да? Нет, ребят, на производительность практически не влияет. Чисто не влияет. Ну, по сети, не надо по сети. Дело в том, что тогда у вас точно этот контрол файл будет уже некорректный, если произойдет какая-то проблема сетевая. И он... Да, он отвалится и потом перестартовка будет уже с ошибкой. Поэтому по сети, ну, я, честно говоря, не знаю. То же самое, наверное, что запускать сервер базы данных с флешки, наверное. Нет, не надо. Вот. Другой момент. Это рядолог журналов. Мы с вами уже знаем, что... Так, давайте. В рядолог журналы пишутся транзакции. О транзакциях мы еще будем говорить сейчас на физическом уровне. Давайте разберемся, потому что с той базой данных, которую мы запустили, с вами с ней работать пока нельзя. Она еще... Она до ума не доведена. Об этом, кстати, и говорит вот этот запрос. Я, с вашего позволения, теперь из терминала потихоньку буду уходить вот в эту среду, чтобы мне можно было писать запросы и сохранять эти скрипты на диске. select все from в доллар ряда recovery так лох лох извиняюсь лох а файл вот у нас с вами сейчас рядолог журналы лох еще одно представление лох 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 не помню сейчас так 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 ребят, ну наверно так да действительно здесь же у нас группы что у нас сейчас происходит смотрите у нас рядолог журналы находятся сейчас в одном каталоге и представлены эти рядолог журналы смотрите только одним файлом да мембо конечно что я тут вот мне и нужно было у нас с вами три группы рядолог журналов это хорошо кстати видно будет и вот здесь я сейчас обращусь нет давайте-ка я вот так сделаю создам закладочку db-консоль просто чтобы мне скрипты не писать руками я их буду подсматривать в интерпрайс менеджеры db-консоль оракл обращаюсь к хасту 192 168 0 1 по порту 1158 к энтерпрайс менеджеру и давайте я все-таки запущу сейчас вот эту службу ем ктл старт дб-консоль дб-консоль подсматривать дб-консоль подсматривать па-дь дб-консоль подсматривать дб-консоль скрипты вы получите к машине 6 давайте-ка я тоже закладку сделаю вот такую чтобы у вас это все отобразило чтобы вы могли соединиться я создам сейчас еще одну закладку дебе консоль сервер базы данных она он находится на хосте 192 168 0 6 порт 1158 enterprise менеджер ребят я просто советую вам вот пользоваться этим enterprise менеджером для того чтобы вспоминать команды потому что запомните их все невозможно все представления о которых мы еще с вами поговорим запомнить просто достаточно тяжело поэтому используя enterprise менеджер тот или иной enterprise менеджер я получаю доступ пользователем сис орак л как сис деба первое предостережение которое хотелось бы сразу сказать о котором хотелось бы сразу сказать это работа вот с этой кнопкой shutdown не трогайте ее в enterprise менеджер настолько криво сделано проще всегда остановить сервер базы данных вот из этого окна из которого я работал таким образом как мы с вами обсуждали и стартовать гораздо проще из этого окна не знаю как они делали какими руками делали эту кнопку этот механизм что он так работает а вот в администрировании в разделе администрирования у нас с вами есть control файл и мы видим с вами 3 control файла да вот тут он и как раз и проверяет вот тут он как раз и проверяет кстати давайте просмотрим хорошо он проверяет их или нет я сейчас control файл попытаюсь изменить ну как вы видите он также проверяет как и мы его проверяли с вами с помощью скрипта ребят скажите пожалуйста сейчас скажите пожалуйста сейчас вот такую вещь вот начинающий администратор что делает зашел в каталог сейчас с control файлом один control файл другой control файл так хочу я не сохранил что ли ну-ка еще раз что-то они все одинаковые то у меня а вот он меньше эти больше да а а эти больше я обнаружил вот такую вещь что он делает сейчас берет вот этот control файл копирует его и переносит вот сюда это правильно смотрите все одинаковые а а а внутренности у них разные конечно потому что он тикает кстати стоит кстати стартап стартап force так стартап force то смотри-ка смонтировалась повезло 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 но на самом деле видно у нас не было никаких промежутке не было никаких действий со стороны пользователей ребят так делать ни в коем случае нельзя я знаю прекрасно одну компанию которая сделала следующее она сделала холодный бэкап работающий базы данных что такое холодный бэкап ребята просто на работу взяли работающую базу данных ну поле и не они не сделали шатдаун базе данных и сделали холодный бэкап это значит они взяли файлы данных рядовых журналы control файл sp-файл взяли и скопировали в лоб на другой носитель потом им понадобилось восстановить эту базу данных ну тут вообще цирк был полнейший это просто ну открою маленький секрет это мой сын делал в своей компании вот потом значит и мы с ним дружно сидели ночь восстанавливали все и все равно почти день потеряли вот то есть они не закрыли базу данных файлы не были закрыты они скопировали в другое место а потом пытались подставить в экземпляр подставить экземпляру что в итоге получилось в итоге получилось полная несогласованность база данных была полностью убита данные остались почему данные остались потому что они были в database файлах были в database файлах но причем они были не закрыты не согласованные полностью ну там достаточно интересно делали мы брали вторую копию на старых по старой копии восстанавливали базу данных просто переписывали файлы да ребят обязательно закрыть базу данных и потом только делать холодный бэкап ни в коем случае на горячую нельзя делать на горячую можно делать использовать река в менеджер там со своими уже командами это запросто а вот в холодную ни в коем случае мы дойдем с вами а так он это уже другой это уже нормальное явление это уже нормальное явление он все сделает потому что там делается фото снимок базы данных а так вот плов конечно это спокойнее правда взял остановил базу данных спокойно живешь и копируешь ее так ну вот давайте посмотрим что теперь у нас здесь control файлов вообще не да теперь так и в администрировании control файлы ну вот тут видно мне повезло я его скопировал достаточно быстро и никакого разголосования не было так давайте теперь поговорим с вами вот об этой группе файлов вот об этой группе файлов что это такое за файлы и что они из себя представляют на самом деле это файлы которые обеспечивают и мы с вами говорили хранение транзакционных входов все транзакции в базе данных которые мы выполняем с вами они формируются вот в этих рядолов журналах и каждая группа должна быть в нашем случае сейчас представлена только лишь одним файлом вот это категорически неправильно что необходимо сделать и мы давайте с вами сейчас это сделаем может быть даже вот с помощью этих скриптов чем больше тем лучше но это но это конечно не так ребят давайте посмотрим сейчас на картинку лучше действительно существует группа и вот таких групп в базе данных должно быть как минимум две почему так почему как минимум две группы да потому что даже вот тут хорошо видно что у нас группа первая текущая группа а вторая и третья группы не активны видите да вот эту проблему что это такое в текущую группу будут писаться транзакционные входы так помните первый день мы с вами обсуждали эти вещи все я не хотел бы сейчас эти вещи повторять то есть в первую в текущую группу будет писаться будут писаться будут писаться транзакционные входы и посмотрите эсцен этой группы семьдесят четыре семьдесят два семьдесят четыре семьдесят восемь это эсцен текущий эсцен то есть это точка от которой началась группа началась запись в группу таким образом обязательно наличие двух групп потому что группа должна быть либо в активном состоянии либо в инактивном состоянии либо в текущем либо неактивном состоянии одна группа одновременно не может быть в двух состояниях отсюда и две группы создаем третью группу а может мы удалим лучше третью группу давайте удалим третью группу сейчас вот так вот сделаем и приведем к проблемам я удаляю группу удаляю группу если я попытаюсь удалить еще одну группу ну вот давайте попробуем текущую группу удалить так как команду мне не написал да давайте ка так я ее попробую здесь вот сейчас вспомнить на ходу alter system drop redo drop log групп 1 по моему так я сейчас могу ошибиться так alter system нет елки-палки уже все вот вот эти всякие вазерды они так сейчас мы шоу SQL alter database вот как а я alter system alter database датабейс датабейс почему потому что redo логи у нас относятся дроп сейчас лох файл и указываем имя файла которые мы хотим с вами удалить вот эта команда но на диске c там и так далее хороший вопрос на самом деле в каком режиме должна быть база данных давайте сейчас найдем этот файл он находится у нас пока находится в нехорошем месте мы от этого должны будем с вами избавиться уйти так а где у нас она нет куда то я ее а ну здесь у нас же у нас базе данных уже вот здесь так вог вот у нас датабейс урок л ридо лох ридо 01 лох посмотрите мы не можем с вами удалить оперативный журнал потому что он находится сейчас в активном состоянии мы физически удаляем конечно только физически что значит физические словаря мы удаляем а здесь посмотрите они остались физически здесь к не удаляется так а вот попробуем второй удалить он то у нас свободный видите ошибку то есть таким образом минимум два потока должно быть теперь я модифицирую так третий у нас был нет не буду пока не буду пока этого делать давайте так вот у нас две группы давайте мы с вами все таки решим следующий вопрос смотрите у нас пишется всегда все только лишь в группу только лишь в группу пишется достаточно ли писать в один файл информацию о транзакции информацию о транзакции есть предложение сделать следующим образом есть предложение создать группу состоящую из трех файлов и разместить их на своих дисках что произойдет с этими файлами в группе они будут зеркалироваться а три вот здесь извините да здесь у нас третий эти файлы будут зеркалироваться точно так же как зеркалировались control файлы транзалог райтер будет теперь писать информацию по этим трем файлам хорошая мысль понятно а второй медленный скорость будет падать по всем конечно ребят и вот если у нас с вами транзакционные базы данных мы должны это делать на самых быстрых дисках и таким образом мы создаем с вами две группы пока две группы и размещаем их по своим дискам для этого давайте вот так здесь сделаем вот у нас группа я выбираю неактивную группу и перехожу в режим редактирования группы так что то он мне значит что я сделаю сейчас я добавлю новый файл мембо мембо это у нас вторая группа мембо 2 и помещаю в каталог здесь вот несколько неудобно почему-то сделано у нас с вами диски у нас с вами размещены в каталоге database так диск 2 2 ридо файл м2 так так с и создаю еще одну файл м2 м2 и диск 1 файл файл м2 вот вот таким образом посмотрите размер файла 51 мегабайт вопрос почему так получилось почему размер файла 51 мегабайт потому что первый файл файл этой группы у нас был размером 51 мегабайт что сейчас произошло но это вот кстати команда которая была выполнена я эту команду могу просто перенести вот сюда сейчас и при попытке выполнения этой команды уже ошибка файл создать невозможно смотрим что произошло на диске как вы видите ничего еще не произошло мы создаем на диске первом папку ридо на диске втором папку ридо и на диске третьем папку ридо теперь создается файл давайте здесь точку запятой поставим чтобы у нас скрипт получился я запускаю этот скрипт теперь я получил группу файлов вторую группу распределил по диску вот они файлы м2 файлы второй группы размером по 51 мегабайт так еще один момент тут такой размер сайзинг адвайс так а я то изменения не здесь сделал да да не надо не надо пока давайте потом мы с вами поговорим давайте потом поговорим об этом так пускай креал креет лог файл потому что я делаю через вот этот механизм что теперь надо сделать ребят создать соответствующие файлы для первой группы так ребят мы это сделали с вами на физическом уровне уже правда вопрос вот наша первая группа каким образом теперь пересоздать в ней файлы а вот мы что еще с вами не сделали во второй группе то смотрите вот этот файлик надо было бы удалить правда отключить давайте-ка сделаем эту вещь и вот этот файл я сейчас remove вот команда с помощью которой я произвел удаление лог файла ну вот скрипт который позволил нам с вами ну согласитесь вот так несколько удобнее показывать команды быстрее получается чем писать их руками с помощью которой я теперь разместил создал группу и удалил старый файл теперь у меня группа состоит из трех файлов и распределена по дискам вопрос каким образом теперь так и плать делать не буду вторая группа опаньки это почему так давайте попробуем перечитать мы удалить то удалили или я не выполнил эту команду нет удалил да давайте посмотрим что у нас с вами в лог файлах смотрите инвалид 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 вторая группа вот этот файл отключен то есть теперь нам надо будет а нет теперь мы должны будем с вами переключиться на вторую группу alter system switch лог файл еще раз перехожу и еще раз перехожу смотрим какая группа у нас активно смотрите что произошло у нас имеется две группы активная сейчас первая группа инактивная вторая группа смотрите что так вот почему же у меня вот это то произошло так что то вот это мне не очень нравится смотрите во второй группе у нас остался вот он он четвертый файл вот эта команда не сработала почему-то у меня так alter database drop лог файл мемба что вы говорите она должна быть неактивно так он текущий сейчас текущий переключаем лог файл удаляем команда выполнена лог файлы вот теперь все нормально да теперь все нормально у нас с вами получилось две группы причем одна группа представлена тремя зеркальными файлами а одна группа представлена одним файлом так давайте наверное сделаем обед а то у вас там же по времени это все или как нет абсолютно не нормально абсолютно не нормально и следующий шаг который мне хотелось так давайте я все-таки здесь сисом опять зайду те скрипты которые были я их сохранил которые мы писали с вами так смотрите мы что с вами сейчас сделали мы создали два две группы рядолог журналов причем они асимметричны так нет подождите мы симметричные пока сделали да давайте создадим еще одну еще одну группу которую по-человечески разместим когда в наших на наших дисках значит я сейчас создаю еще одну группу ей будет присвоен автоматический номер что такое соединение не установлено да а была полна полна л до так что то у меня за тормоза то такие нехорошие вроде бы нигде никакой работы не ведется посмотрим что у нас тут да нет совсем пусто смотрите на сервере а чего же у меня такие тормоза то пошли почему так и в разделе администрирования ряда ра лох журналы создам сейчас еще один еще одну группу так и вот теперь смотрите при создании новой группы это будет третья группа я определяю размер файла в группе тут интересный такой момент конечно же размеры файлов должны быть одинаковые если вы в группе укажите размер файла ну например один будет больше другой меньше а другой очень маленький какой будет использован размер самый маленький то есть другие файлы будут заполняться не до конца поэтому мы используем с вами давайте 10 мегабайт ный выберем ряда лох и я отредактирую место размещения файлов файл будет м3 в каталоге куда мы его поместили датабейс по моему диски да давайте посмотрим вог датабейс диск 1 диск 2 диск 3 ридо вот к этим же файлам поместимых м3 диск 1 таким образом создан будет файл дальше и добавляем добавляю сразу все файлы м3 группа диск 2 и добавляю еще одну еще один файл м3 на диск 3 вот у нас получилась такая команда смотрите добавляется группа ну что может быть дебат так и будем заходить хулиганом этим да в третьей книге по моему это так нет ребят не отвечу сейчас на этот вопрос не отвечу вы знаете это должно быть в первой книге по моему шестой раздел пик по моему по моему шестой раздел там идет речь о безопасности и скорее всего там это как раз будет ссылка я не отвечаю за это потому что книги знаете как они читаются вот но скорее всего то то что шестой раздел я точно знаю посвящен безопасности что раздел первой книги вот скорее всего там должно быть мне просто ну отдельно лабораторный там скрипты достаточно полезные поэтому туда лезешь иногда и по ним оттуда берешь фрагменты так так вот команда которая у нас с вами получилось создаем группу и распределяем в этой группе три файла причем вот обратите внимание что для всей группы определяется размер файла аналогично можно создать теперь группу четвертую м4 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 они в на разных дисках и группу пятую поместить туда наши файлы смотрите как здорово и как быстро мы с вами решили эту проблему мы перенесли рядолог журналы сейчас но в другое место совершенно что остается только сделать теперь 6 пользователи до безопасность я вот у вас вижу да на русском нет нет только не на английском это именно по-русски русском да там вот там должна быть по моему ссылка в конце на создание пользователя по моему там так и таким образом мы создали с вами дополнительные группы поместили туда поместили туда файлы теперь остается что только сделать удалить файл удалить группы с другим размером файла вот наши группы десяти мегабайтные что нужно сделать нужно переключить файл файл для этого выполняю команду alter system switch log файл текущая группа у меня сейчас получилось 5 первая группа посмотрите активные можно такую почему эта группа активные а текущие 5 куда будут писаться данные сейчас в карант а а почему это активное ребят потому что там остались там остались активные грязные блоки а так ох рам и 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 Выполнив чекпоинт, что произошло? Очистились журналы. То есть у нас с вами теперь, ну, кстати, этот чекпоинт можно было выполнить и вот тут. То есть таким образом у нас с вами теперь вполне законно вот эти группы могут быть удалены. Я ее очистил, группу первую и удаляю. Вторую группу чищу, ну, в принципе, можно удалить, она неактивна. У нас остались с вами три группы, которые теперь будут работать в цикле и они у нас стали 10-мегабайтными. Аналогично мы всегда можем с вами расширить группу, расширить файлы в группе. Но тут что надо сделать только тогда будет? Как расширить файл? Увеличить размер файла? Абсолютно правильно. Создать новую группу с другим размером файла. То, что вот так вот изменить размер, изменить вот этот сайз, мы с вами уже не сможем. Создать новую группу и с другим размером файла. Ну, в итоге мы имеем с вами полное право теперь. Смотрите, ну, вот они у нас теперь группы. М3, М4, М5 у нас с вами рабочие группы, а вот эти файлы можно спокойненько удалять. Да, ну, а, ну там можно было поставить галочку на самом деле, чтобы удалился, удалился вместе с контентом. Ну, честно говоря, лучше потом это дело удалить. Почему? Потому что мы всегда можем с вами группу, а файл группы восстановить и поместить в группу. Главное, чтобы он был неактивным. Вот это ахиллесово пито. Ребят, мы еще будем с вами говорить о восстановлении этих файлов, потому что тут действительно могут быть проблемы, они могут урониться случайно, они могут стать плохими, с этим надо работать. Какие файлы у нас остались с вами незатронутыми? Базы данных. Файлы табличных пространств, правда? Ну, вот у нас логическое такое получается, что такое база данных, мы говорили с вами. База данных это это прочие файлы. Другие файлы. Что мы к другим файлам отнесли с вами? Это ПВД файл. ПВД файл и СП файл. Файлы. Контрол файлы. Мы с вами создали три файла размером. Размером контрол файла мы с вами не управляем. Этому файлу надо будет уделить особое внимание при бэкапе. и запросто. Запросто. Запросто, да, ребят. Ну, давайте мы доживем до этого. Просто мне хуй. У нас с вами, перед нами на это, вот в эти еще два с половиной дня, два дня стоят великие задачи. стоят великие задачи. У нас еще таблицы, у нас масса проблем еще. Вот. Бэкап это вот следующая неделя, где мы будем с вами активно этим заниматься. Там весь курс посвящен бэкапу. Практически весь курс. И у нас с вами редолок журналы, которые тоже могут потеряться. Редолок файлы. Вот это три группы файлов. Это вспомогательные файлы. Ну и, конечно же, основа основ хранилища нашего это файлы табличных пространств. Датабейс файлы. Вот об этих датабейс файлах будет большой разговор. Но прежде чем об этом говорить, об этих файлах говорить, мне хотелось бы с вами еще вот какую тему обсудить. когда мы создавали с вами базу данных, после создания база данных была создана, база данных наполнялась метаданными. Давайте посмотрим скрипт, который я сохранил на диске. в каталоге Vogue скрипт. Вот этот скрипт. Давайте мы его еще раз с вами поизучаем. Итак, смотрите, запустился вот этот скрипт тест SQL, который запустил сервисы. так, нет, не годится. А вот клон DB Creator. Но этот скрипт мне не нравится на самом деле. Так, клон DB Creator. Давайте посмотрим на него. Лучше пересоздать, наверное, будет клон DB Creator. Нет. Посмотрите, дело в чем? Дело в том, что, смотрите, как Control файл создавался. Вот. Создавался Control файл на основе другого файла с описанием. Это немножко не годится. Давайте мы сделаем с вами следующим образом. Немножко по-другому поступим. Да, Control файл. Я сейчас создам еще один скрипт. с помощью утилиты DBCA. И мы увидим с вами, каким образом создается база данных. Я создам сейчас базу данных на основе custom базы данных, то есть без копирования предопределенных уже файлов. назову его тест 1. Enterprise менеджер отключу. Тест 1 пароль. Я выполнять не буду этот скрипт. Мне просто хотелось вам показать, хочется вам показать как раз вот эти основные команды заполнения мета данных. Так, файл локейшн тоже не буду трогать. Ничего трогать не буду. Репозитори никаких не будет. Создавать не буду. Тест 1 у меня получился скрипт, который будет помещен в каталог Vogue Script Pest 1. Вот мы получаем с вами таким образом легко и просто скрипт создание базы данных, но уже не из предопределенных Oracle файлов, а непосредственно из скрипта. Все создаваться будет с нуля. И мне как раз хотелось теперь вот как раз они получились. Вот два файла, на которые есть смысл обратить особое внимания. Давайте посмотрим, как происходил запуск этого скрипта. Смотрите, запускается скрипт test SQL, test1 SQL, который очень просто поступает. Смотрите, шаг за шагом выполняет другие скрипты, которые сформировались в нашем каталоге. И первый скрипт, который начинает запускаться, это скрипт создания базы данных. База данных таким образом создается из SQL скрипта так из SQL скрипта вот этот скрипт. Смотрите, насколько легко и просто. Это можно руками все написать на самом деле. И администраторы частенько, я, по-моему, фамилию эту уже упоминал, Анатолий Бачин, это один из первых авторов книги по Oracle на русском языке. В 1995 году книга была выпущена. Oracle 7 тогда, нет, наверное, в 96 все-таки это было. Эта книга вышла, выпустил ее софт-сервис тогда, вот он только так создает базу данных. Только из скрипта. То есть, что здесь хорошо в этом скрипте? Что вот эти строки означают? Так, не надо больше делать. Видно? как вам вот эта фраза? Соединились, правда? С SQL class знаем эту команду? Соединились с SQL class передали пароль. Дальше включили спул логов и подключились в режиме no mount базы данных нет. так? Давайте соединение. Да что такое? у меня что-то здесь ребят с этими пошли проблемы какие-то. Так я вижу, что нет. Ребят у меня русский вообще русский перестал переключаться. Connecting да. Хорошо. Никаких мыслей не пришло в голову как включить клавиатуру. Дальше смотрите мы включили с вами эхо это команды чьи были выполнены сейчас SQL плюса работает SQL плюс соединение установлено эхо включено и дальше включается спул ребят да кстати по этому поводу если проблема с этими командами возникнет ну во-первых можем в документацию обратиться а можно обратиться вот в этому файлику вся документация Oracle и в Oracle PLSQL SQL вот тут есть конспектик SQL плюс где будут расписаны все команды SQL плюс и как с ними работать я про них не говорил я думаю что по этому файлу если будут какие-то проблемы по этому файлу вы всегда разберетесь что вот это за фраза кто может ее интерпретировать а а ну так давайте мы сделаем так с вами сейчас я запущу SQL PLUS только можно я теперь буду работать не через черный экран а через белый там попроще будет по крайней мере повторить команду можно будет SQL ребят это только под windows работает SQL PLUS W так что вы говорите проблема какая-то значит утилита dbc дальше нет берете кастом кастом то здесь какая я говорил о том что есть три предопределенных шаблона а если мы используем с вами кастом то тогда вся база данных порядка четырех часов она будет если по полной программе все указать скрипты инсталляции порядка четырех часов будет инсталляция проходить но зато все будет сделано с нуля никаких предопределенных файлов не будет мы выполняем инсталляцию из шаблона все табличные пространства будут созданы такие которые были в шаблоне итак вопрос откуда взялись эти пароли я захожу пользователем dba 1 с паролем oracle as sys dba и соединился с базой данных вот теперь смотрите я готовлю скрипт давайте я возьму готовый скрипт лучше и станет все ясно так у нас с вами есть скрипт тест я из него сейчас просто возьму несколько фраз чтобы мне их не писать вот create db а нет вот он вот эта фраза define define смотрите если я выполняю эту команду ну давайте только попроще сделаем define а вот так define а то есть мы описываем имя переменной а потом описываем параметр все define нумеруются сквозным образом сквозным порядком с единички до n define а равен амперсанд первый параметр смотрите к чему это приведет определяю переменную а а а теперь говорю принт а а так сейчас почему не получилось то так 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 только подождите-ка секунду единичка для единички первый параметр сейчас не получилось нет я должен это использовать был так давайте вот так сделаем сейчас define определяю тайга дальше говорю connect скот и использую эту переменную а я получил соединение с пользователем select user from dual видите да что мы натворили connect sys oracle так connect sys oracle as sys deba и я использую вот эту переменную так кстати да select user from dual но тут юзер работает то есть мы где-то там вот у пользователя deba1 нарушение сделали так а теперь смотрите так в pl SQL есть два вида переменных в SQL мы можем объявить два вида переменных но так с точки зрения нормальной среды не считается но здесь такая возможность есть это определенные вот таким образом переменные это переменные скриптов и вот эти переменные я могу использовать в скриптах и только в скриптах давайте сделаем да вот тот же самый connect connect скот вот таким образом через двойной амперсант переменную а соединение установлено select юзер name user from dual убита ну ребят моя задача сегодня переинсталлировать эту базу данных я честно дуал убил угрох честно убил я это лучше восстановлю чтобы нам не мучиться с этим правда вот системный администратор может такие вещи натворить как это получилось честно говоря и может быть нам попробовать вот что сделать чтобы восстановить кстати если я сейчас присоединюсь connect sys у него-то dual таблица есть у этого пользователя sys oracle as sys dba select смотрите все from dual оно работает да у пользователя sys такая таблица есть create public public synonym synonym да dual для таблицы sys dual да что же мы натворили нет я честно говоря я не могу себе представить я не ожидал такой борзости потому что даже если у пользователя sys dual удалишь то она удалится а здесь какая-то хитрость я вот какая-то цепочка удалилась я честно говоря не знаю что это такое как вы говорите нет я сказал паблик синоним сказал паблик синоним для схемы паблик мы с вами завтра будем об этом новом говорить это безопасность как раз наша нет понимаете нету такой таблицы у пользователя db1 мы грохнули я не знаю что мы грохнули а просто создать что но здесь нет но дело то какое дело в том что у пользователя scott недоступно вот если сделать так дроб паблик синоним dual вот так вот попробую сделать вот так вот видите как интересно даже недостаточно привилегий у пользователя sys нет ребят я поднимаю руки кверху я не знаю чем дело я я не понимаю что я удалил и как мне удалось что что удалилась на самом деле если даже паблик синоним удалить не могу как сис не по не понимаю что я сделал ничего у нас нет мы ничего по для этого не делали не рядологов не делали не архив логов не делали откатиться мы здесь с вами не сможем вот поэтому единственное что попробовать это да нет давайте не будем сейчас пойдем лучше другим путем я восстановлю эту базу данных вот всю восстановлю ее сделаю по-человечески чтобы она у нас завтра была но это нормальное явление когда мы что-то сделаем так что уже дальше я честно говоря никогда вот этим не занимался таким сейчас не хочется гадать на кофейной гуще и никогда вот так не удалял а таблицу что имя уже задействовано и в то же время привилегий недостаточно как странно от имени пользователя сиск звучит значит я к чему мы о чем с вами заговорили откуда взялся теперь понятно откуда взялся вот этот пароль дальше смотрите что мы с вами имеем вот этот спул для чего он был создан это запись файл идет открывается файл крейт дебилов куда будет писаться вся информация спул спул на диск c каталог voc d3 qtxt вот вам команда спул теперь все что я буду делать в сиквел классе крейт тейбл так вы говорите db1 да сделать db1 дуал с полем даме даме типа варчар 2 1 даме то что мы не сквил даме 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 к 1 0 2 1 1 2 2 3 2 спул смотрите выполняется запись файл qtxt connect sys oracle но я должен был зайти как sys dba но я отключился от сервера теперь смотрите что у нас получилось каталоге vogue да и 3 qtxt опаньки как красно что же мы не да нет сейчас но спута мы сделали спута мы включили что такое спул вот теперь записалась команда спул я переключился на новый файл и этот файл теперь все зафиксировал то есть таким образом мы можем с вами формировать какие-то скрипты и и в эти просматривать потом состояние вот ребята из мтс которые у меня здесь сидели на лекциях они как раз вот таким образом и работали они генерировали отчеты с помощью с с помощью сиквел класса из скриптов сиквел класса ну а тут конечно полезно следующее ну давайте еще маленький пример из этой серии вот как раз с переменными как переменные можно использовать здесь подстановки давайте сделаем спул включил спул смотрите наш файл обновился теперь я дефай нам кстати можно сокращать команды определяю переменную а о боже так да и присваиваю параметр говорю что это будет первый параметр ввожу значение и выполняю select все from scott amp в депнул равен так а почему не соединено а я тут вот отключился от оракла да connect надо сделать connect sys oracle sys deba и из буфера сиквел класса ну вот как депнул не так написал да я редактирую буфер депнул получил данные по десятому отделу вот механизм с помощью которого я воспользовался переменной так так вот теперь ясно да ребят тут еще один момент есть в сиквел классе мы можем объявить с вами еще один вид переменных не тип вид переменных вар вар или варейбл я объявляю переменную f типа нам вот вот эту переменную я тоже могу использовать в скриптах теперь но не через два амперсанда а через двоеточие я объявляю анонимный блок в котором выполняю не явный курсор select count into into переменная f from scott amp and вот второй вид переменных который мы можем с вами использовать процедура выполнена после чего я печатаю содержимое переменной print переменная f я получил значение этой переменной вот таким образом два вида переменных давайте если там открыто я тогда дверь закрою с вашего позволения потому что правильно а почему вы должны получить не 14 а где вы ее взяли эту таблицу схеме scott а вы базу данных устанавливали сегодня ребят схема scott всегда будет установлена да даже если галочку вот у сэмпл помните схема она все равно будет установлена она всегда есть вы можете проверить следующим образом select вы же сис сейчас select select ух сейчас all users не помню и name по моему select name from all users нет значит не name ed сейчас select давайте я звездочку поставлю я не помню имени поля просто нашли да можно describe было сделать нашли скот то есть пользователь скот всегда есть describe вот вам еще одна команда describe all users я получил user id user name select user name from all users точка запятой вот пользователь скот должен где-то тут присутствовать вот он он ну у оракла он всегда присутствует просто он по умолчанию заблокирован так это вот что касается этого скрипта пошли дальше разбираться с нашим скриптом что вот это за команда мы подмонтировались с вами и загрузи загрузили данные вот из этого конфигурационного файла таким образом перед запуском нашего скрипта мы как администраторы с вами вполне законно имеем право сконфигурировать вот этот файл так как нам необходимо указать здесь то те параметры которые действительно нам нужны 150 процессов может быть запущено ораклом это его фоновые процессы плюс что нет тут дело такое плюс плюс процессы серверные процессы сюда не входят как раз да а плюс а не стоп секунду как не входит входят конечно процессы и сессии процессы и сессии входят конечно да нет гораздо меньше ребят гораздо меньше потому что порядка где-то 20-25 будет это хорошо вот здесь посмотреть кстати вот работает сервер сейчас так я куда к сергею подключился по моему да нет к своей машине подключился ПС А Ф Грипп Оракл Смотрите у нас имеется с вами вот этот процесс вот он он оракловский процесс не обращайте на него внимания но сейчас станет понятно что это такое смотрите что этот процесс делает как он стартовал видно и вот эта часть видна что это за зверь это enterprise менеджер стартовал дальше смотрите что мы видим с вами вот процессы вот процессы первым стартовал процесс P-монитор он всегда стартует первым его задачу управлять другими процессами и он потащил за собой другие процессы вот они они а потом стартовали процессы вот эти вот эти а это что такое за процессы local no да все смотрите на одно лицо а это вот как раз пользовательские серверные процессы это это пользовательские сессии таким образом вот на все это 150 ограничений естественно в работающей базе данных надо указать здесь будет в этом параметре столько сколько необходимо но на самом деле проблема сразу же возникнет с параметром ажиотажных на нем еще будем с вами говорить потому что память надо каким-то образом расширять будет вот в юниксе это хорошо видно на самом деле память то есть вот таким образом из этого файла теперь произошел запуск так виноват он у меня уже открыт этот файл да произошел запуск и конфигурация в режиме no mount а дальше вот это основная основная команда вот она команда создание базы данных вот вот ее начало и вот ее конец вот вот команда которая создает базу данных как вы видите это самая обычная команда и сквей и если сейчас взять сиквел пласт ну что может быть поэкспериментируем если сейчас взять сиквел пласт давайте сделаем следующее я подготовлю вот эту команду так вот у нас сиквел пласт я соединяюсь пользователям сис ассис ассис деба ну я к какой базе данных сейчас подключился у у у у у у у у у нам необходимо что сделать с у 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 ну да 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 вот сейчас от какой я нахожусь откуда запустил сиквал класс sdb 10 2 вот поэтому там и как раз умер там и oracle home мы ребят прежде чем создавать базу данных в индусе я обязан запустить создать и создать с помощью вот такой команды так вот здесь она по-моему у нас да вот она смотрите что происходит создается тест 1 переменная во первых создаются каталоги все правильно нужные создается вот это вот это переменная и потом вот команда которая создает сервис а нет вот это виноват вот она вторая команда создает сервис и регистрирует этот сервис в windows а потом уже выполняется скрипт который создает базу данных это особенность windows и поэтому ну если мы попытаемся с вами сейчас такую команду выполнить от имени пользователя сис орак л но получится глупость правда получится здесь глупость то есть надо целиком и полностью писать скрипт на самом деле с регистрацией команды а вот в линуксе такую команду выполнить можно поэтому не буду я этого делать я погорячился сказал давайте сделаем не получится ничего сервис нужен вот эта команда что делает давайте просто здесь посмотрим следующее создается смотрите четыре основные табличные пространство раз табличное пространство два табличное пространство это обязательные два табличных пространство мы говорили с вами о них сис и сис аукс дальше создается табличное пространство темп и создается табличное пространство андо со своими четырьмя файлами собственно говоря вот это тот самый джельтменский набор который будет реализован который будет реализован нет у меня чешутся руки все таки показать вам вот этот механизм давайте мы с вами сейчас все таки сделаем подготовим скрипт и выполним его вот в таком режиме давайте сделаем эту вещь потому что это важный момент и грамотный администратор если честно всегда именно по такому пути пойдет по пути ручного создания базы данных он чувствует все что происходит внутри базы данных можно пойти было по тому пути что вы вчера сделали кнопку нажали и вся база получилась правда но лучше давайте вот так вот плохого из этого ничего не будет плохого ничего не полу не будет это лишний мы потратим немножко времени но зато у нас будет полная ясность давайте сделаем следующее сейчас я сейчас закрою все лишние наши ребят мне хочется цель какая показать заполнение словаря мета данных вот в этом смысл весь будет наш нашей работы ну а пока я запущу дебисей и создам базу данных кастом базу данных назовем ее фантазии не хватает не ну тест 2 это как-то уже надоело фантазия до фэнтези фант да так и значит я не не буду использовать для этой базы данных enterprise менеджер интерпрайс менеджера подключена она не будет следующий пароль пароль будет фэнт фэнт дальше использую место размещения базы данных чтобы мне потом не заниматься переписыванием я скажу сразу что в каталоге датабейс создать каталог фэнт там же в этом каталоге фэнт а нет давайте не будем мы с вами создавать рекавери арию не будем создавать ее вообще так и я отключаю все дополнительные опции базы данных то есть это будет голая такая база данных кастом скрипты никакие не использую и стандартные компоненты xml дебе отключу а вот ребят в десятке виртуальную джава машину мы уже отключить не сможем с вами если вы отключите виртуальную джава машину в этом случае база данных не будет проинсталлирован в девятки ради бога пожалуйста это можно делать так и значит размер у нас с вами будет ну как вы понимаете вот этот процентаж повлияет только лишь на два параметра давайте сделаем 500 мегабайт и 20 мегабайт у нас небольшое количество будет работать клиентских процессов все параметры инициализации можно всегда вот здесь поменять есть предложение пока не менять control файл ридологи это мы сделаем с вами отдельно да да можно как одно на всех до одно на всех значит блок у нас будет с вами 4 килобайтный будет транзакционная база данных количество процессов у нас будет мы сказали небольшое ну давайте 50 сделаем это основные параметры мы таким образом с вами устанавливаем character sets ну давайте остановимся по умолчанию сделаем по умолчанию так а вот когда сервер ставим ну можно вот здесь вот сделать как раз выбрать английский вот ну а тут так где он у нас английский так это здесь можно кстати оставить и россию главный язык language так connection mode у нас с вами dedicated вот давайте этот скрипт мы с вами сейчас создадим так только лишь вот здесь давайте сразу разберемся со следующим вот этот слайд который показывает нам control файлы их место размещения и их место размещения уже были подставлены соответствующие каталоги я сделаю так наверно фант control файлы диск 1 диск 2 да правило ну и правильно а как же это же control файлы мы их разносим на разные диски диск 3 рядов журналы размещаем каталоге ридо 3 рядов журнала могут находиться в одном каталоге почему так один только работает ну-ка ну-ка давайте давайте у нас с вами пока по одному файлу ридо диск 1 создаем еще один файл файл и еще один файл мы помещаем один файл на диск 1 на диск 2 и на диск 3 сейчас поменяем 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 вот так вот наверно надо было бы сделать лучше да файл 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 теперь сейчас делать не буду умышленно сейчас делать не буду умышленно сейчас делать не буду вот они у нас получили с вами смотрите разношерстные Ну, разные по размерам. Так, табличные пространства. Четыре табличных пространства оставляю как есть. А табличное пространство users удаляю. То есть, вот эти четыре табличных пространства, джельфменский набор, оставляю как есть. Значит, эти табличные пространства, что для них характерно, мы еще будем с вами говорить. Они должны быть в оперативном режиме. И будут размещены они у нас с вами в каталоге. Фант. Табличное пространство SIS. Будет представить, SIS. А, это у нас AUX, да? Давайте вот так вот лучше сделаем. SIS. AUX. Файл. SIS там будет лежать в каталоге FANT. SIS. TEMP. Табличное пространство будет лежать там же, в этом же каталоге. FANT. TEMP. DBF. ANDO табличное пространство. будет представлено вот этим файлом. Ещё раз, все табличные пространства должны быть в режиме онлайн. Кроме табличного пространства TEMP. Табличное пространство TEMP не может быть в другом режиме. Это временное табличное пространство. Ребята, об этом мы ещё с вами будем говорить. Вот таким образом я создаю сейчас скрипт. Так, только подождите-ка секунду. Что же я натворил-то, а? О боже. О боже. О боже. Ребят, кто-нибудь создал каталог? Похожий, что я делал? Нет? Никто не создавал? Да, вот это, чтобы мне не повторяться. Никто, да? Никто не сделал? Может, просто мне... Ну да, чтобы мне... Ребят, я скрипт не получил. Ну давайте ещё раз, быстренько тогда. Я что-то у меня, это глюк какой-то, взял, нажал выход и не сохранил. То есть скрипт не создал. Я его не сохранил. Так, ну это вообще-то... DBCA. Давайте я ещё раз это быстро сделаю сейчас. Проще сделаю сейчас. Create database. А вот фант есть у меня. Смотрите-ка. А куда же он мне его записал-то? Диск 1, диск 2, диск 3. Всё сохранено, смотрите. Это шаблон. Так это же и хорошо, это то, что мне надо. Вот, я его, да, я его как скрипт сейчас и восстановлю, да? Вот. Так. Как шаблон. Фант. Фант будет. Enterprise менеджер я отключу. Паспорт. Фант. Фант. Файловая система. Ну вот где. Database файл локейшн. Давайте мы укажем. Наверное, можно было готово нажать, и потом он будет встал. Как? Ну, это может быть, если есть, а сюда же готово нажать. Вот так вот, да? Ну-ка, давайте попробуем. Давайте попробуем. Я понял вашу мысль. Так. Create database. Шаблон. Следующий. Да нет, он не даст здесь. Фант, фант. Да, но он какой-то получился кривой шаблон. Я нажал Escape и вылетел из него. Вот в чем дело. Фант. Давайте быстренько вот так вот. Сейчас. Фант. Так. Файловая система. Говорим, что размещение будет сделано файлов в каталоге Vogue. Датабейс. Давайте лучше вот так сделаем. В каталоге Vogue. Фант. Фант сделаем. Создаем этот каталог. Следующий. Значит, Recovery Area ничего этого не делаем. Восстановление никаких дополнительных компонентов не выкладываем. Так. File Location Variable. Oracle Base. Вот тут нам придется поработать. Потом будет. Это сюда пойдут у нас все логи. Извините. Все лог файлы. Так. Так. Стандартные компоненты. Виртуальную Java машину оставляем только. Так. Сайзинг. Тут мы с вами все оставляем. Как. Ага. Вот тут у нас изменения прошли. Да. Пишем английский. США. Россия. И. С Control файлами. Фант. Ну давайте не будем сейчас упражняться. Мы видели с вами, что потом можно всегда Control файлы поменять. Да? Место размещения Control файлов поменять. Табличные пространства 4 оставил. Файлы, которыми будут представлены эти табличные пространства, меняю. Так. Рядолог журналы. Тоже место размещения файлов поменяю. Пока вот так сделаем, потом мы всегда сможем с вами тут уже с помощью тех команд, о которых мы с вами говорили сегодня, мы всегда можем их добавить. Нас сейчас интересует единственная проблема. Словарь мета данных. Следующий. И теперь базу данных не создаю, а сохраняю все под именем Funt в... Вот этого я не сделал. Каталоги, скриптс. Вок. Скриптс. Фант. Фантазии, да? Да. Вот такой скрипт у нас с вами получился. Теперь. Ну вот теперь давайте с этим скриптом и поработаем. Есть предложение. После создания... Так, ну вот давайте еще раз. Создается сервис для имени Funt, после чего запускается файл Funt SQL, в котором делается запрос пароля. Давайте я не буду на эти вопросы отвечать. Я сразу скажу. Пароль сиса будет Funt. И система будет Funt. Таким образом будут созданы у нас... Посмотрите, будет создан ПВД файл с паролем. Сиса. А потом начинается создание базы данных. Ребят, после создания базы данных, давайте вот эти скрипты мы с вами вообще за комментарием. Эхо. Так. Или так. Как лучше сделать? Рэм. Давайте просто за комментарием, да и все. Таким образом будет создана только лишь база данных. Сохраняю этот скрипт. Funt SQL. И стартую. Давайте лучше стартовать, наверное, из терминала, чтобы видно было, что происходит. В CD перехожу. Корень. И стартую нашу задачу. FuntBat. Не сделал одного самого главного, да? Вот создается база данных. Проблема какая-то возникла с редулогами. Так, квит. CHCP. 12.51. Так. Ну, давайте посмотрим, что получилось. Во-первых. Посмотрите, что произошло. Oracle Service Fund у нас с вами был инициализирован. И он уже запущен. То есть, таким образом, к нему мы можем всегда с вами получить доступ из SQL класса. Что еще произошло? В каталоге Oracle Server Oracle Server Oracle Server Database Посмотрите, что было сделано. был создан ПВД-файл. Это его законное место. Теперь сервис есть. у нас с вами не получилось, что выполнить создание базы данных, как я увидел. Давайте посмотрим, что с каталогами. В ВОК ДАТАБЫ ФАН вот наша база данных вот наша база данных. Здесь уже были созданы control файлы. Рядолог журналы, посмотрите, не созданы. В самой базе данных тоже пока ничего нет. То есть, вот база данных у нас не получилось ее создание, верно? Почему? Давайте смотреть. Я вот это все чищу. Вот эти все файлы удаляю. Смотрите, что происходит сейчас. Да, действительно, такой control файлы мы не можем с вами удалить. Да? Давайте попробуем остановить службу. Удаляю файлы. Вот чем хорош Unix, что там вот это можно делать без всяких дополнительных. И теперь на воротах попробуем стартовать сервис. Как вы видите, сервис стартует. Сервис стартует. Ему абсолютно по барабану и ему абсолютно плевать на нашу базу данных. Ее просто нет. Мы все удалили. Сервис работает сам по себе. Но он действительно должен быть включен. Кстати, что там у нас? Сколько он съедает сейчас памяти? Найти его будет достаточно проблематично, наверное. Вот у нас с вами рабочая база данных. Это база данных наша Oracle. а это вот 10. Как раз вот он съедает эту память. Теперь после первой неудачной попытки что мы видим с вами? смотрите, смотрите, были созданы в каталоге Oracle, были созданы каталоги Funt с дампами. был создан каталог Funt зачем вот этот Funt Funt появился, потребовался, я даже и не понял. Поэтому, ребят, теперь что мы делаем? Мы оставляем только лишь вот эту команду с описанием экземпляра, которую я переношу в наш терминал. После чего мне надо выполнить скрипт от имени скрипт создания базы данных CreateDB ScriptFunt Единственное, что мы с вами здесь сделаем, это пасворд. Нам придется определить, потому что он у нас был выше определен, да? Значит, описывают Define. А, кстати, можно подсмотреть, наверное, его вот здесь, своровать отсюда будет. Нет. Давайте-ка мы его исправим. Нет. вот здесь я его сразу Define SysPassword, потому что этот параметр будет потом использован. Define SysPassword равен единичке, равен Funt. Funt SystemPassword равен Funt. Вот наша задача теперь выполнить этот скрипт, который мы с вами подготовили. Давайте теперь проверим еще, куда пошли наши все файлы. Итак, DataFile, SysDbf попал в каталог VogueFunt. DataFile, Funt, SysAux, Ando, вот оно откуда взялось. помещаем А, нет, стоп, VogueFunt, Funt, нет, все нормально здесь, Ando, табличное пространство, RedoLog журналы, описаны будут, смотрите, файлами RedoLog, вот он, лишний Funt, Funt, RedoLog и RedoLog, три файла. Кстати, вполне законно можно было оставить только лишь одну группу, наверное, да? Лог файл, группа первая, давайте-ка вот так сделаем сейчас. Зачем нам вот это вот все? Первая группа, вторая группа и третья группа. Размеры будут у всех групп одинаковые. Размеры одинаковые. Так, ну вот эти пароли, так, пароли пришли в базу данных. Все? Вроде бы все, да? Сохраняю этот скрипт. И теперь я его должен буду выполнить из сиквел класса. переменная setOracleSitFant установлена. Запускаю SQL Plus W и соединяюсь так, только так не годится такое соединение-то. NoLog значит SQL Plus NoLog Я это сделал, ну пускай здесь будет, ладно. Что я сделаю теперь? Я должен выполнить скрипт. Вот команда собака для выполнения скрипта. Скрипт будет выполнен из каталога Vogue скрипт. Так, еще раз. Вот он он. CreateDB. Вот этот каталог. Funt и там у нас с вами файлик CreateDB. создается база данных. файлов. Я не знаю, но там что-то у нас вот с этими редологами не в порядке было. Я здесь все сейчас выправил. Вот у нас три редолога файла. все. Да. Пока не заполнится. Так. А группы для того, чтобы писать одновременно в несколько файлов. Вот как мы в нашей базе данных сделали, мы сделали с вами три группы и в каждой группе по три файла. И файлы разнести на разные диски. Да, да, аналогия с контроль файлами. Согласен. Одна и та же абсолютно. В группу пишется одна и та же информация. Да, по разным носителям. группа. Пишется группа. Ребят, группа может состоять из одного или более файлов. А для того, чтобы одна группа писалась, а другая отдыхала. Это сколько же вы будете архивировать группу, если это на ленточный массив пишется. Ребят, одна группа активная. Три состояния у группы может быть. Нет, две пожалуйста. Две пожалуйста. Но в транзакционных базах данных может произойти такой момент, что одна группа пишется, другая группа активна, потому что там есть грязные блоки. А вот архивировать мы можем с вами только инактивную группу. Не хватило. если две группы она одна активна, а другая у нас с вами текущая. В этом случае архиватор сработать не сможет. Понятно, Поэтому мы принимаем решение три делаем. Так, вот что у нас с вами сейчас получилось. Давайте посмотрим. На диске в каталоге Vogue был создан каталог FUND и в этом каталоге все у нас с вами теперь получилось. Смотрите, и рядолог журналы созданы, и контрол файлы созданы, и даже пользователь SIS был определен. Стартована сейчас база данных или нет? Не стартована. SQL для чего она? Я сейчас нахожусь в SQL я коннект с SIS DBA Select Name From V$ Database посмотрите мы с вами сейчас находимся в базе данных FUND потому что мы указали с вами переменную окружение в свое время помните да? Shepdown аборт экземпляр завершен ребят на самом деле база данных была стартована стартап в чем дело? но опять у нас проблема вот та же старая да? сделаем по-человечески set NLS LENG равен American Америка Кириллиса 8-битовая MSWIN 12-51 Так как я зашел сейчас? Нехорошо зашел да? Connect As Sys DBA Startup Чего не хватает? поросенок а? Ну а в чем дело ребят? Ну-ка Так хорошо Startup Mount тоже не получается инициализационный фал нет Startup No Mount должно получиться Но смотрите чего не хватает Файла инициализации нет на самом деле Мы с вами делаем теперь следующее Он его нашел в каталоге смотрите Database Init Fund Aura Init Fund Aura Смотрим этот каталог Вот наш экземпляр Крутится здесь Вот его Home Где он развернут Так Database Каталог И в каталоге Database Где файл инициализации? Нет его? Ребят по умолчанию мы с вами договорились что по умолчанию всегда файлы пишутся именно вот в этот каталог стартовые файлы нету SP файл нету SP файл нету откуда стартовать непонятно поэтому мы с вами и получили пока отворот поворот что делаем у нас с вами в каталоге где мы готовили скрипт вот он он был подготовлен вот этот файл init Aura я этот файл беру за основу подготовки базы данных стартап no mount p-файл p-файл и указываю p-файл который находится на диске c в каталоге voc script fund init ora ora что не так написал где-то скрипт а скрипт не так написал да scripts так что-то scripts fund init ora просто init вот мы с вами теперь распределили области области памяти что после этого сразу надо сделать создать в стандартном месте правда sp-файл create sp-файл from p-файл что больше таких проблем у нас не возникало тут интересно одна команда просит кавычки а другая не просит файл создан теперь если мы с вами выполняем команду стартап force как вам вот этот факт нравится смотрите база данных стартована база данных запущена если посмотреть сейчас на наши файлы базы данных мы ее разместили с вами в каталоге фан да вот она она база данных да что за размеры такие откуда они были взяты вот эти размеры из команды create dbl то есть это сейчас у нас с вами табличные пространства select а давайте мы подключимся к этой базе данным из какого-нибудь ведь слушатель знает об этой базе данных сейчас что-нибудь слушатель не знает давайте мы сейчас сконфигурируем листнер чтобы можно было подключиться не из сиквал плаца а из чего-нибудь еще ребята я хочу сейчас сказать что в этой базе данных совершенно ничего нет в этой базе данных сейчас нет пакетов нет представлений но запросы к ней уже можно делать и команду create table уже можно выполнить давайте сейчас вот этот факт так можно немножко задержу то вот я и хотел сейчас показать это давайте давайте посмотрим сейчас потому что следующий этап мы должны будем наполнить эту базу данных информации эта информация будет получена из специальных скриптов которые должны быть выполнены в базу данных так select count from user objects нету и я хочу показать сейчас еще один запрос даже я не буду наверно подключаться но к листеру надо будет подключить еще один запрос select очень важный такой запрос давайте вот его посмотрим select count from dictionary тоже нет словаря мета данных в базе данных сейчас просто-напросто нет там нет ровным счетом ничего там пусто у нас с вами сейчас созданы только лишь исключительно голые табличные пространства их 4 но зато вот такой запрос достаточно интересный select вот так да ну хотите это давайте from dual да а таблица это уже существует вот как я ее умудрился в той базе данных удалить я честно говоря так и не понял а это таблица существует уже еще один интересный момент select name value from в доллар вот вам интересный момент доллар параметр параметр в name равен control файл а такая таблица существует а а а а а а а create table q с полем n типа number без проблем создается select ну и все давайте insert сделаем insert into q insert into q values единичка select все from q так вот идея какова все системные сейчас таблицы которые обеспечивают жизнедеятельность базы данных все системные таблицы все созданы это системные таблицы созданы действительно в словаре мета данных команды create эта команда достаточно мощная если помните она выполнялась у нас достаточно долго с вами вот эти все компоненты были созданы база данных у нас с вами в нормальном рабочем состоянии сейчас но нет отсутствует у нас с вами словарь который обеспечит пользовательский доступ к системным представлениям к системным таблицам то есть все таблицы есть на самом деле кстати вот такой запрос select а так то я доступ не получу да select ну-ка сейчас вот это проверю select count from в в доллар могу ошибиться в доллар dictionary нет ребят его тоже нет но это надо можно найти это представление на самом деле есть представление которое описывает список таблиц сейчас громадное количество таблиц на самом деле в базе данных уже созданы это системные таблицы которые обеспечивают выполнение SQL запросов отсутствует только лишь то есть это полноценная база данных другими словами отсутствует только лишь внешний интерфейс с пользователем вот вы запросто можете такую базу данных дать пользователю и пускай работает я знаю просто отдельный ход в помню в москве в свое время была компания одна достаточно такая интересная управляла складами вот они что сделали они создали базу данных загрузили туда данные можно загрузить данные сейчас создать пользователя можно можно запросто никто меня не запрещает вот загрузили туда данные и удалили потом словарь мета данных не словарь мета данных извините вот эти представления через которые мы получаем с вами доступ вот эти все представления создаются специальным скриптом и когда мы с вами создали скрипт смотрите как вот этот скрипт выполнялся мы выполнили сейчас только вот эту часть правильно вот он скрипт create db файл дата бейс файл следующий скрипт который выполняется что он из себя представляет как вы видите здесь вообще ничего нет да помните мы удалили с вами табличное пространство users было такое да поэтому этот скрипт вообще нет смысла выполнять я его и не буду выполнять дальше create db каталог а вот это одна из самых важных частей это создание каталога это создание каталога после чего джей сервер мы с вами выполнять не будем а вот пост деби крейшн давайте посмотрим что это за скрипт чудо скрипт вообще говоря чудесный скрипт пост деби крейшн сейчас вам должно стать все ясно должно быть все ясно смотрите ну это установки да традиционные установки можно их даже удалить отсюда а что вот эта строка делает мы ее с вами выполнили уже как то нет разве я сп файл не создал создал конечно дальше шокдаун и меди соединение запуск сервера и вывод информации из базы данных но только лишь единственное что было сделано выполнена вот эта процедура ребят вот эта процедура перекомпилирует все что было загружено в базу данных то есть делает полный перекомпиляцию потому что загружались загружалась масса пакетов которые зависим у которых есть зависимости пакеты загружались а таблиц могло бы еще не быть или пакет загружается а он зависит от другого пакета поэтому он будет в негодном состоянии он ничего плохого не будет он перекомпилируется он потом перекомпилируется все равно в принципе здесь в этом скрипте как мы видим с вами тоже ничего особенного нет правда поэтому в принципе этот скрипт тоже можно не выполнять но вот самое главное конечно же вот в этом скрипте и основа основ вот в этом скрипте кривей деби каталог вот тут то и начинается самое интересное вот он скрипт который выполняется 4 часа это скрипт в котором у нас с вами создается каталог и посмотрите откуда берутся скрипты из оракал хома а в оракал хоме у нас с вами есть специальный каталог ребят вот если вспомнить эту картинку помните я рисовал структуру оракал хома вот этот каталог я умышленно опустил теперь есть смысл его подрисовать у нас с вами есть оракал хом оракал хом и в этом каталоге оракал хом каталог rdbms так что такое делфи знаете нет я уже по моему спрашиваю знаете да так каталог rdbms вот такой каталог помните там есть каталог паскаль в дельфи есть каталог по моему он называется систем где собраны паскалевские файлы всех визуальных компонент исходные коды ребят вот в этом каталоге rdbms все исходные коды все скрипты базы данных а это гигантские скрипты а да 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 это гигантские скрипты это скрипты которые заполняют словарь мета данных информации наша задача сейчас запустить вот эти скрипты на выполнение и загрузить базу данных полезную информацию а там как она выполняется посмотрите там вот эти файлики все копируются они предопределенные и вот этот словарь мета данных уже предопределен это когда мы делаем по шаблону это когда мы делаем по шаблону но на самом деле 4 часа сейчас будет гораздо меньше уже потому что мы джаву отключили мы все остальное подключались ну посмотрите там вот шаблон посмотрите там идет копирование файлов ну можно посмотреть можно найти вот так вот ребят давайте мы с вами теперь запустим этот скрипт значит я сейчас должен перейти в режим open значит скрипт этот create db каталог так нет плохо давайте-ка вот так сделаем я просто введу сюда наши пароли потому что мы же отдельно теперь будем запускать соединяемся сисом fund system соединяемся фантом выполняем еще дополнительные скрипты так и соединяемся с системом еще дополнительные скрипты фант фант выполняем скрипты с хелпом спулы отключены вот теперь я этот скрипт сохраняю и выполняю create db каталог скрипт соединяюсь так выполняю таким образом скрипт из каталога фант креет create db каталог вот это вот пошла работа вот так вот он будет теперь мигать мигать и мигать ну да ну на самом деле не четыре часа четыре часа когда мы джаву загружаем вот тогда действительно это будет все эти ребят можно идти можно сказать что до завтра